Так, здравствуйте, дорогая публика! Я беседую с Олегом Эдуардовичем Ковальским. Он известный предсказатель с Васильского острова. Я вот всегда цитирую предсказания, он еще ни разу не ошибся. И вот сегодня он хочет поговорить о вещах снах. Есть такое дело, вещи сны. Начать с этого, а потом куда нас заведет тема. Пожалуйста, Олег Эдуардович, что скажете про вещи сны? Так, ну, всем привет. Здравствуйте. Значит, про вещи сны. Про вещи сны. Был у меня тут вещи сон. Говорят, что со среды на четверг вещи сны, они, как это сказать? Сбываются. Ну, наиболее вероятно сбываемые. Да, да, да. Вот, я в этой теме давно. То есть, я вообще в области предсказаний, наверное, самый лучший гуру, который есть в мире. Почему? Потому что со мной случались подобные вещи. А это уже совершенно другая ситуация, когда кто-то о чем-то говорит, но он не испытал этих ощущений, не был в этом, и с ним этого не происходило. Поэтому у него очень многое в данном случае надумано. А у меня нет, потому что я даже, можно сказать так, экспериментировал в этом плане. В плане изучения нашего мозга. Это вообще какая-то очень непознанная до сих пор такая, знаете, субстанция, если так можно выразиться. И все-таки, все-таки, моя теория о том, что мы живем в неком каком-то вот такой, ну, я это называю матрице, многие против это название, но так как, собственно говоря, языка нет еще, да, на котором можно объяснять эти вещи, то я как, в общем-то, законодатель этой моды, можно сказать, имею право на это. То есть, вот мы живем, что значит матрица? Матрица – это вот как некая такая пластинка, да, на которой записана вся информация, там, скажем, о будущем или в будущем. И вот эти все разговоры о том, что есть вещи сны, люди как-то вот, значит, они умудряются в это будущее как-то проникнуть. Да, конечно, об этом очень много написано, сказано, хотя, вот что самое интересное, достоверно подтвержденных фактов о каком-то, значит, предсказании нет. То есть, несмотря на все обилие вот этих распиаренных, значит, вот этих астрологов, нумерологов, предсказателей, экстрасенсов, там, включая, значит, Нострадамуса, да, Бабку Вангу, вот. Ну, я уж молчу про всех остальных, там, типа, Глоба и еще кого-то, но, тем не менее, нет ни одного сколько-нибудь серьезного подтвержденного предсказания. То есть, вот кто-то сказал заранее, это было как-то запротоколировано, да, был такой спящий там пророк Кейси, но, тем не менее, это все, это все, честно говоря, либо у них все это как-то было расплывчато и потом за уши притянуто, да, как у Нострадамуса, расшифрованные Нострадамусы. То есть, ну, вот, знаете, Нострадамус жил, по-моему, лет 500-400, да, тому назад. И, конечно, там многое можно что подтянуть из вот потом свершившихся. А вот такое, чтобы четко было сказано, вот так-то, так-то, тогда-то, тогда-то, будет то-то и то-то, да. Вот я, значит, если мне удастся когда-нибудь сделать подобное предсказание, то я буду, в общем-то, number one, да. То есть, первый среди тех, кто попытался это сделать и кому это удалось. Но, ладно, поговорим о том вещем сне, как я его считаю, который тут мне приснился буквально вот совсем недавно. Ну, можно сказать, вчера. Итак, так как я большой любитель тенниса, я его просто обожаю, там, с детства буквально, значит, я завороженно смотрел, там, были трансляции Умблдонского турнира, которые транслировали, там, в 12 ночи, очень поздно, там, по второму каналу, там, еще в советские времена. Я, по-моему, даже в армии смотрел, в армии смотрел, там, вот, когда вся рота засыпала, там, вот, я шел, включал телевизор, значит, так, и там завороженно смотрел на эти вот теннисные баталии, когда там были суперзвезды играли. Ну, естественно, это все в записи показалось, но, тем не менее, тем не менее, ну, а потом, когда уже пришла эра 90-х, уже вот это спутниковое телевидение уже можно было смотреть, то, конечно, я был этим покорен, то есть, следил за нашими теннисистами, там, Кафельников, потом Сафин, вот, сейчас. Но, не суть. Значит, снится мне сегодня сон, или вчера, ну, вот, кому как понравится. И, значит, снится не кто-либо, а была такая испанская, очень известная теннисистка, Кончита Мартинес. И, значит, снится она мне, что она парится в русской бане с веником, подкидывает, значит, туда воду, пар такой, ну, всех прелести не видно из-за пара, да, вот. Но четко видно голова, значит, что это Кончита Мартинес, и она, значит, так поворачивается и говорит, в этом году Умбулдон будет наш. Елки-палки, думаю, просыпаюсь. А тут недавно информация поступила, буквально тут несколько дней назад, что Мира, значит, Кончита Мартинес стала тренировать нашу теннисистку Миру Андрееву. Мира Андреева – это наша новая звездочка, это невероятно талантливая теннисистка, это просто такое наблюдалось, вот, я лично наблюдал это давным-давно. Но это такая была Мартина Хинги, швейцарская теннисистка, я очень многие знаю, она была первой ракеткой, много выиграла большой шлифов. И вот она вот в 16 лет, ну, грубо говоря, да, ей 16 было, вот она выиграла первый шлем, ну, фактически 17. Вот, и Мире Андреевой тоже будет вот сейчас, буквально 29 апреля, 17 лет. И я вот о чем подумал, я связал некоторые вещи, и в чем, собственно говоря, некое такое правительское предсказание, вот такой правительский сон, сон о том, что Мира Андреева в этом году выиграет Умбулдонский турнир. Умбулдонский турнир. Здесь есть интересный-интересный факт, что Кончита Мартинес ровно 30 лет назад сама выиграла Умбулдонский турнир в 1994 году. И когда она начала, такая была тоже испанская теннисистка, нет, но она и есть, Горбенье Мугуруза в 2017 году, вот она тоже буквально в начале года начала ее тренировать, и та тоже выиграла сразу же Умбулдонский турнир. То есть, связав все это, я предположил, что действительно Умбулдон будет наш, российский, российская теннисистка. И вообще это было бы очень хорошо, в плане каком? Помните, два года назад Умбулдон забанил российских и белорусских теннисистов и теннисисток. Помните этот скандал, Борис Сергеевич? Вот, и честно говоря, я не был, ну мне было не очень понятно, почему, но это чисто, чисто такое вот. Ну мы же плохие, мы же плохие. А какие плохие-то? Они нацисты, мы хорошие, мы на стороне мира. Я понимаю, я знаю, что они, все они фашисты, но у нас есть такое ругательство фашистов на самом деле, вот, фашисты, знаете, такое ругательство. Вот я помню, еще в детстве ходили мы за молоком, я, вернее, ходил за молоком, очередь за молоком, мы с бидончиками все, и кто-то влез без очереди. Ну это фашистка, влезла без очереди фашистка, бабка какая-нибудь беззубая, влезла без очереди, фашистка она. Да, все плохое, да, сравнивалось с этим. Все плохое, это фашисты, все, все плохое. Так вот, а это они фашисты. Ну, во-первых, кстати говоря, гитлеровцы, они тоже были фашистами для нас, да? Хотя они не были фашистами, они были национал-социалистами. Национал, да, фашисты были все-таки итальянцы. Итальянские фашисты, это относительно безобидная была контора, эти фашисты потом долго существовали еще в этой, в Португалии. В Испании. В Испании тоже фашисты. Ну их там называли там фашисты, на самом деле в Испании, конечно, маловероятно, что это как-то было... Фашизм все-таки олицетворялся с неким модерном, да? То есть Муссолини-то задумывал, то есть это модерн, модернизм, то есть это должно что-то быть... Он, кстати, модернизировал Италию-то, да. Конечно, конечно, конечно. Вот, и, собственно говоря, и Гитлер тоже можно отвести, отнести вот к такому модерну, что нельзя было, конечно, отнести к Франко. Франко, наоборот, был консервативный, все это, в общем-то... Ну, вся Испания такая, она, кстати, похожа. Если бы Муссолини не связался бы с Гитлером, его человеко-ненавичнической расовой доктриной Гитлера, да, ну и не стал бы его союзником, то, наверное, он бы дожил бы, его власть дожила бы достаточно. Ну, как у Франко, например. Да. Да, спокойно она бы самоликвидировалась, а он бы там, умер бы с старым дедушкой со своей Кларой Питачи. Садили бы они по скверику где-нибудь. Да, кстати говоря, благодаря Муссолини мы имеем тот Рим, который имеем, потому что он, значит, будучи, так сказать, он же фашист, в конце концов, вот. Они снесли значительную часть Рима и раскопали ее. Удивляет, в Риме изобилие памятников античных. И что они тут, вот эти вот руины стоят, неужели они так и простояли 9000 лет? Нет, нифига не стояли, на их месте стояли другие дома, просто их снесли и раскопали. Да, это при Муссолини было. Да, так что вот эти, ну, тогда их, конечно, я имею в виду англичан с этим булдонским турниром, конечно, им такая насмешка выпала, потому что все-таки тогда он булдонский турнир, выиграла коренная москвичка, которая буквально там за несколько лет до этого уехала, поменяла там, ну, не поменяла, добавила гражданство Казахстана и выступала за Казахстан, и она выиграла. И пол и гражданство. Нет, пол она не меняла. Я шучу, шучу. Да, Елена Рыбакина такая, вот. Вот, и, в общем, да, это был как бы такой вот, действительно, за их вот этот, ну, явный национализм. То есть, ну, что, почему именно белорусы и русские, да? Ну, чем плохи наши там, скажем, или белорусские там, чем плоха Соболенко или там, скажем, Хачанов и Медведев, да? Что они, ладно бы они выступали бы, как-то поддерживали бы там, да, то есть, вот эту СВО на Украине. Ну, и хоть как-нибудь, да? Ничего такого не было. То есть, поэтому, конечно, в этом году, когда Мира Андреева выиграет Умблдон, я думаю, это будет еще более такое серьезное доказательство, что подобные вещи, наверное, даже в мире спорта нельзя. Там всякие козни нам строятся, олимпиады этой, которая будет во Франции. Вот, но они все это зря делают, потому что потом аукнется и припомнится все, что вот они вот в отношении нас и Республики Дворусь, их спортсменов делают. Вот, но вообще, конечно, сон был сюрреалистический. То есть, это такой сюр, что, значит, в русской бане Кончита Мартина, значит, парится с веником, подкидывает воду, там пар идет такой, раз вдруг поворачивается и говорит, в этом году Умблдон будет наш. Но если она тренирует Миру Андрееву, ей сколько, 16 лет, тут будет 17 лет Мира Андреевой, а Кончита Мартина, по-моему, 52 или 53, вот, так, наверное, речь идет о том, что выиграет именно Мира Андреева, а не кто-то другой раз Кончита Мартина ее начала вот буквально тут недавно тренировать. Вот такой вот интересный, значит, сон, проверим, будет ли он вещей. Проверим это дело, проверим, это очень интересно. Вот, как я уже говорил, в моей жизни один раз был вещей, сон самый настоящий. Поэтому я к этому отношусь достаточно серьезно, и моя теория все-таки, она основана на личном опыте о том, что все-таки есть какая-то предопределенность, и наш мозг, я бы назвал это сбой, сбой, да, или там вот какое-то там дежавю. Помните фильм «Матрица», да, там раз они там говорят, о, дежавю там, ну, типа что-то с кошкой там повторилось и так далее и тому подобное. Вот такой вот интересный момент, Борис Сергеевич, а с вами когда-нибудь происходит? Или, может, с вашими знакомыми происходило? Ну, это у нас известно дело. Помните, у меня на канале есть такой автор, как я говорю, но и не покойный, Иван Тимофеевич Кожаинов, он 22-го года рождения, 1900. Он совсем немножко не дожил до 100 лет. Умер он в 19-м году, в октябре месяце, и, так вот, у него, он из Сибиряк, из Сибири, у него вот регулярно такой случай, вот, выходит утром дедушка и говорит, звоните скорее в Сибирь, вот такой-то умер. Говорит, ну, Борис, дед, ну, что ты, ну, все люди-то образованные, с диссертациями, с высшим образованием, а тут какой-то, вот, звони в Сибирь, смеши людей. И тут звонят из Сибири, говорят, вот такой-то умер, да. И причем, значит, он рассказывал про свои вещи сны времен, так сказать, там, детства своего, когда это были еще эпоха, он, 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 как говорит, мы, я застал, когда еще однолично жили. И вот как раз переход от однолично, тогда, значит, кого-то там раскулачили их родственник, распотрошили. Ну, примерно так же он утром просыпается и рассказывает, там, вот эти все эти истории. Ну, понятное дело, тогда по телефону позвонить нельзя было, но все это подтвердилось. Вот такая вот, ну, вот, ну, вот как против этого говорить? Случайное совпадение. Узнал и выдал за правду. Ну, как он узнал? Ну, да, нет. Телефоном-то пользоваться его научили, типа, отвечать на звонки. Сустя мой такой телефон, что вот открыл крышку, и ты уже говоришь, да, вот. С эти с кнопочками, это нет, все нормально. И были попытки научить его еще звонить по номерам. Ну, вроде как на самый страшный случай, но самый страшный случай не наступил. По-моему, так он ни разу не позвонил по телефону за свою жизнь. Но звонки принимал. Ну, то есть мы, то есть были факты, да, подобные факты? Ну, вот были, как ни странно, к этому, как все противится, но, с другой стороны, мало ли чему, что противится. Вот, вся физика противится существованию шуровой молнии. Потому что это ведь не какой-то такой вот объект, типа, там, куперовская пара или что-нибудь еще. А это вот осязаемый макроскопический объект, который ведет себя совершенно логично. Он движется против ветра. Идет дождь, сквозь него пролетают капли хоть бхны. И, понимаете, вот эти все такие чудеса, которые с ними случаются, ну, описаны, которые с ними, ну, видите, они... На эту тему копиться, Петр Леонидович сказал, а хотим ли мы знать, что такое шуровая молния, на самом деле? Потому что, по всей видимости, этот объект явно не из нашего материального мира, как говорится, не из материалистического мира. Потому что он просто плюет на все законы физики. Вот, ну, трудно сказать. Но то же самое, как и предсказания, все эти вещи, они плюют на все наши законы логики, все наши законы, как сказать-то. Ну, вот ваш сон можно списать, например, на то, что вы, значит, подсознательно, это ваша тема же интересует, кто выиграет, он был дома. Ну, да, да, конечно, конечно. Ну, что-то она подсознательно сработала, раз такая-то не сиска мощная решила, то вот... Ну, а то, что в бане парится, но не видно прелестей, но это... В русской бане, Борис Сергеевич, в русской бане! Я понимаю, понимаю, но... С веником? Ну, видимо, спектр вашего банного опыта, наверное, не слишком широкий там. Какая там баня в Центральной Африке, я думаю, что вы не знаете, вот, как и я. Вот, ну, вот поэтому как-то, может, так... Ну, так обычно объясняют, ну, это он думал и предсказал, да? А вот там у деда-то совсем плохо, думал, не думал, а он сообщает о событиях, которые далеко произошли. Нет, далеко произошли, и потом... Здесь какой вопрос? Он знал этого человека? Конечно, знал. А, ну, нет, ну, это уже, уже как бы... Нет, это... А как можно говорить вот о таком-то там, ну, взял и умер? Потому что это событие, это уникальная смерть все-таки, оно один раз бывает. Как сказать, в жизни, но это не жизнь уже, так что... Этим заканчивается жизнь любая, да. Ну, да, да, да. Как вот я тут был у знакомого на 60-летие, значит, и вот тост говорил там все. Говорю, ну, вот 60 лет такое бывает раз в жизни, вот. А у меня очень такой знакомый тоже в карман за словом не лезет, и он такой, да, и притом не у всех. Да, притом не у всех, да. Как на эту тему сказал Павич, каждому дано умереть, но не каждому дано родиться. Милорада Павича-то знаете? Милорад Павич? Да, мой любимый писатель, кстати говоря, и у него тоже много очень на такую тему вот снов, предсказаний. Он такой вот, где-то там в Австрии его назвали фюрером европейского модернизма. У него очень необыкновенные произведения литературные. Вот смотрите как. Ну, вот они как в жизни мы проходим. Вот мы, как бы сказать-то, пришли в институт, изучаем всякие дисциплины, да. У многих возникает вопрос, а зачем нам это нужно вообще? Вот зачем нам эта дисциплина нужна? Ну, когда мы все так закончили, вроде как все складывается, да, все в конце концов связалось, все мы поняли, зачем нам было нужно изучать, скажем так, как правильно слушать оперу мы изучали все, в частности. Как правильно оперу слушать, например. Вот, и все такое прочее. А у Павича так, у него есть произведение, самое его известное, наверное, «Хазарский словарь». Это словарь в алфавитном порядке. На самом деле, по-моему, три словаря. Один про Хазар рассказывает с точки зрения христиан, другой с точки зрения иудеев, и третий с точки зрения мусульман. И вот когда мы с этим словарем познакомимся, в любом порядке, можем просто алфавитным, можно просто как выискивать отдельные статьи, читать, я просто читал подряд все. И в конце оказывается, что это роман. Понимаешь, что это роман. У него есть вообще произведение тоже классическое, типа как-то опись содержимого ящика для приспанных принадлежностей, как-то так называется. Ну, собственно говоря, понятное дело, что опись – это своего брода натюрморт. А натюрморт – это же, в общем, во многом говорит натюрморт, на самом деле. Не только вот там яблочки лежат, кто-то тут был, ушел, поел, или только собирается поесть. Вот, вот это вот называется такое. Вот и вот творчество такое, необыкновенное. У него много там кочующих сюжетов. Видимо, они связаны с балканским фольклором. Он серб. Если бы не был бы он сербом, он наверняка получил бы Нобелевскую премию по литературе. Но тут так случилось, что с Сербией были… Какой-то был момент, когда сербы были даже хуже русских. Вот. Ну вот, вот в тот момент. Да, что-то они нас не любят, да? Да, не понятно. Мы говорим, люби нас, люби нас, а то мы сейчас тебе на танк приедем, а они все любят. Ага. И так обнимем и поцелуем. Идется уехать на танках. Ну а что делать? Ну, не в первую очередь. А вот мне еще не любите. Вы же нас сами не любили. Сейчас приедем. Да. Ну, у нас так. Ну, мы к этому и готовились всю жизнь. Как нам это не жить? Мы для этого и жили. Чтобы нас Европа полюбила изо всех сил. Да. Еще когда я учился этому делу, чтобы нас Европа полюбила, я изучал Северную Рейн-Вестфалью, Фредивальди, Петерсхаген. В тех местах я должен был. Ну, я тоже изучал Куопио, Равниеме, значит, какое количество там, значит, F-16, A-10 штурмовиков там, значит, сколько на этих базах. Вот. Это как-то называлось предполагаемого противника, да? Аэродрома. Вероятного противника. Вероятного, да. Вероятного противника. Да. Я это прекрасно помню. У меня одноклассник женился на Финке, значит, ну, она говорила так, ну, вполне сносно по-русски. Я помню, в 90-е они что-то, мы как-то встретились там, вот, и что-то там зашел в разговор. Я говорю, да-да-да, я знаю Равниеме, Куопио там, и перечислил ее количество штурмовиков, истребителей, я еще помнил хорошо. Вот. Она была в шоке, просто ее затрясло там, вот. Что-то как-то косвенно я упомянул про линию Маннергейма, но тут ее вообще как-то, значит... Ну, линия Маннергейма – это история, тем больше она теперь на территории СССР и РФ. Ну, тем не менее, ее затрясло, значит, все, там, значит, вы нас вот эта чухна, за чухонцев все до сих пор считаете. Я говорю, да нет. Да не за чухонцев мы их не считаем, но вообще-то говоря, они ведь тоже нас шли полюбить. Вот как-то все вспоминают только Зимнюю войну, вот того вот, собственно, сорокового года, вспоминают Зимнюю войну, как, значит, Советский Союз что-то там хотел исправить с границей. Исправить. Ну, я так мягко сказал, чтобы не обидеть Советский Союз. А ведь на самом деле никто почему-то не помнит первую Советско-финскую войну. Может быть, потому что Советская Республика в ней не участвовала, на самом деле. Вот это было потрясающе было. Единственная война Российской Федерации, тогда еще она была, РСФСР, в которой РСФСР не участвовала, собственно говоря. Это была первая Советско-финская, потому что финны решили восстановить историческую справедливость, как они это понимают, и присоединить к себе, значит, территории, которая, ну, сейчас... Карелия? Да, Карелло-финская, да. А, была Карелло-финская республика там, да? Ну, это потом она была уже, это когда решили Финляндию к ней присоединить. Вот, они решили присоединить ее, а это было как раз начало 18-го года. Они вдруг стали дружить после того, как Ленин их отпустил на волю, стали дружить с кайзером Вильгельмом, и кайзер Вильгельм туда просачивается. Значит, вот они туда двинулись. Кроме всего прочего, был такой порт Пицамо на Ледовитом океане. Это вообще его история очень интересная. Он никогда не был финским. А тут случилось так, что в Российской империи были очень интересные законы. Они во всех случаях, всех, кто вот, ну, жил в таких вот окраинных местах, они всегда их поощряли. Ну, вот, у финнов был там свой парламент, своя валюта. Финны могли деятельностью любой экономической заниматься на всей территории Российской империи. В том числе покупать собственность и недвижимость. Вот, поэтому они ее скупали в районе Пицамо. Пицамо, это имеет выход на Ледовитый океан. Как тогда Пицамо назывался, я не знаю. Они скупали, селились там. Вот, а все прочие российские подданные права в Финляндии ничего покупать не имели. У финнов была ЦВ-армия на тот момент. Она вроде как подчинялась Российскому императору, но она не воевала за Российского императора на полях Первой мировой. Ей только надо было оборонять саму Финляндию. И они где-то там, у них была база на каком-то острове, они вот этот остров оборонять собирали. Вот, а в случае чего. Вот, вот и все. Ну и, значит, англичане, которые тогда правили нашим севером, они контролировали Мурманск. Там же был, так сказать, порт, ну, так сказать, терминал для поставки помощи от Антанты, да? Да, да, да. Там молодые оружия были. Да, умные англичане собрали китайцев, а китайцы тогда строили, прокладывали вторую ветку дороги Петербург-Мурманск, Петроград-Мурманск, вооружили их. Потом вооружили они красных финнов, были и такие. Вот, и они, значит, белых финнов отогнали. Ну, британцы, ну, вынимаете, занимаетесь. Джентльмены, они сумели, так сказать, набрать сипаев и ими распорядиться правильно. Но ничего не поделаешь, джентльмен есть джентльмен. Вот, ну, вот такая вот была история. Петсам остался за ними, естественно. Петсамы как-то они прохлопали англичане, не поинтересовались этим местом. Вот, решили, раз там финны живут, пусть и живут. Но потом, по итогам Второй мировой, только Второй мировой, это Петсамы забрали у них, у финны. Ну, кстати говоря, вот иногда говорят, что зачем Советский Союз, не дожидаясь откровенного нападения Финляндии, в 41-м году, в июне 41-го, начал боевые действия против Финляндии. Там бомбардировки, обстрелы и так далее. А, в принципе, о чем говорить-то? Дело в том, что вдоль Норвегии, там сама-то Финляндия, она ведь не очень хорошая, дороги там, мягко говоря. И вот вдоль Норвегии, значит, пробирались транспорты с войсками немецкими, которые должны были в Петсамы высадиться и начать действовать против Мурманск, вот туда отрезать. Они же понимали, насколько важен Мурманск будет, да, в этой войне? Потому что через него поставки потом шли. Ну, правда, первые поставки пришли уже через месяц, по-моему, уже. Вот все говорят, не было поставок, не было ленд-лиза, ну, путают. Нам сначала поставляли через Великобританию. Ведь Америка – это правовая страна, там все нужно делать под законы, либо его обходить. И вот закона о помощи Советскому Союзу не было, и поэтому они его обходили. Они помогали Советскому Союзу через Великобританию. И в Абазире-то британцы все равно. В ту пору еще США в войне не было, и поэтому все вот эти в районе боевых действий там оборудовал, оперировал британский флот, британские транспорты. И вот первый конвой «Дервиш» назывался, он пришел уже тогда. Кстати говоря, во время, между прочим, во время битвы за Москву, как раз тогда уже, по-моему, в Мурманск, да, в Мурманск, прибыли грузы, и, в частности, количество танков английских и самолетов, оно как раз равнялось тому количеству, которое было на нашей стороне во время битвы под Москвой. То есть даже если бы мы все их потеряли, вот была сразу компенсация, пришла уже в Мурманск. То есть это, в принципе, колоссальные были поставки, мы просто их игнорируем. И потом, видите, сразу в первый же, наверное, месяц войны британцы и советские войска заняли Иран. Для чего? Для того, чтобы сделать его транзитной страной. Попрали его суверенитет, что называется. Транзитной страной сделали, транзит шел туда, через Индийский океан. Рядом Индия все-таки, как ни крути. Из Индии тоже можно много чего полезного привезти. Что там существует, какая-никакая промышленность. Кстати говоря, иранские шинели даже были в наших войсках. Там были заводы автосборочные, вот эти вот студибекеры. Они, конечно, машинокомплект поставлялся из Америки, а в Иране его собирали. И дальше уже по автодороге, которую проектировала моя тетя, кстати говоря, и гнали в Советский Союз. А по-моему, еще они поставляли нам высококачественный бензин или керосин. Да, 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 бензин, но это, я думаю, что через Мурманск скорее они возили его. Для самолетов бензин, высокооктановый бензин. Потом этот самый еще, тетраэтил свинца. И тогда с его помощью октановое число повышали. Ядовитейшие вещи, ну вот, она была нужна для войны тогда. Но всякие хитрости были. Тогда Швеция ведь была не нейтральной официальной страной, хотя она придерживалась дружественного нейтралитета по отношению к Германии. Вот когда вспоминают странную войну, знаете, у нас есть такой вот момент, да? Помните историю Второй мировой войны? Немцы нападают на Польшу, быстро ее громят. А в это время Запад, французы в основном ведут некую странную войну. То есть там почти нет боевых действий. Ну, на самом деле, реально это почти правда, потому что в самом начале, когда не были еще развернуты французские войска, они вроде начали боевые действия, даже где-то там вторглись на немецкую территорию. Но потом уже была разгромлена Польша. И они поняли, что помогать уже некому. Они начали войну, чтобы помогать. И они стали чесать репу, придумывать другой способ победить Гитлера. А у Гитлера была замечательная Ахиллесова пята. Железная руда. Железную руду они получали из... Норвегии? Из Швеции, по Балтийскому морю. А из Норвегии что? Норвегия тогда была официально нейтральной страной. Вот, по Балтике они получали. А Балтика это уже было фактически внутреннее море, почти что внутреннее море Германии. Вот, почти что. Англичан там не было, да? Англичан там не было, вот. И еще Швеция давала очень важную вещь, шаркоподшипники. Ну, не знаю, высокотехнологичная Германия, может, и могла своё этих производство. Естественно, могла. Но у ней, тем не менее, были шведские подшипники. Вот. И руда. Без руды вообще никуда. Вот. Ну, и они спокойненько так, англичане, джентльмены, придумали метод, мы сейчас аккуратненько захватим Норвегию, и, значит, Швеции придется закончить работу с Гитлером. Вот. Но, правда, перед этим у них еще был более сумасшедший план. Французы и британцы собирались послать экспедиционный корпус на помощь финнам, которые воевали против Советского Союза. Корпус этот они собирались посылать не туда, где шли боевые действия, на Карельский перешейк. Они собирались высадить в порту Пицамо. Естественно, от этого порта Пицамо, куда они двинутся дальше? Они дальше двинутся на Северную Швецию. Это так совершенно шершито белыми нитками было. Правда, этот проект у них не состоялся. А проект захвата Норвегии у них состоялся. Но Гитлер их упредил. Фактически почти одновременно. Ну, вообще, он был очень везучий, да, игрок такой. Они моментально захватили Данию. И почти одновременно с англичанами высадились в Норвегию. Все-таки в Норвегии там были боевые действия. Немцы победили. Потери у них были. Все как положено. Ну, все. Вот. А так у них была хорошая комбинация. Мы пока сейчас потихонечку отсидимся, захватим Норвегию, выведем Швецию в войны. А потом предложим Гитлеру сдаться. Ну, короче говоря, Гитлер уже не сможет ничего больше делать. Всего того, что он там получил, он в Швеции не получит. Ну, вот такая вот была бодяга. Ну, и Швеция всю войну кормила Гитлера до 45-го года. Покормила его рудой и шарикоподшипниками. Ну, правда, потом где-то уже, когда запахло поражением Германии после Сталинграда, она там стала ограничивать поставки, потолки обозначать. Ну, потолки-то потолками, а поставки все равно были. И потолки-то были скорее для нас, англичан, потому что время от времени в Балтийском море вдруг какая-то неизвестная подлодная лодка топила шведский транспорт. Вот они все предъявляли эти самые ноты. Ага, мы не знаем. Это не мы. Была там тогда, так сказать, Калантайна. Вот она очень убедительно объясняла, что мы тут вообще никакими ни при чем. Ну, кто топил, то ли британцы, то ли наши. Так и никто не знает до сих пор. До сих пор это покрыто тайной. Это одна из загадочных страниц этой самой Второй мировой войны. В конце концов, это мог быть Доктор Кто. И вы не смотрели сериал Доктор Кто? Вот нет, к сожалению. Вот во время войны он был на стороне британцев. Он откровенно помогал Черчилле. Он регулярно с ним встречался. Чуть-чуть что случится, у Черчилля был телефон, он звонил Доктору Кто. Ну и Доктор Кто, прилетев через пространство и время, ему там помогал в критической ситуации. Вы напрасно не смотрели сериал про этого самого, про Доктора Кто. Очень занятный. По крайней мере, до 11-го Доктора я уже досмотрел его. Но 11-й Доктор был в самоочаровании. Вот такой молодой человек его играл. Но самому доктору, ему что-то там то ли 500, то ли 800 лет. Поэтому он старый дедушка, плохо у него с памятью и вообще. Ну старый дед, вроде меня, даже плохо. И вот молодой человек играет этого старого деда. Очень здорово получалось. Очень здорово. Он так регулярно приходит, так сказать, обновление организма. Голова отрывается, какой-то пучок света. И появляется другой человек на его месте. Другой актер. Который уже снимается в следующих сезонах. Вот такие вещи. Кстати, его начали показывать на следующий день после убийства Джона Кеннеди. Он был запланирован, конечно, в эту дату. Но вот он был, да. И вот когда все там было-то, 50-летие, по-моему, этого сериала, в нашей стране была трансляция из Лондона в кинотеатрах. Ничего себе. Поздно вечером, то есть в прямом. У них-то уже еще был не так поздно, в детское время. А у нас поздно. Все собрались, так сказать, фанаты. Кто-то там был одет доктором. Кто-то там был такой эпизод, где доктор, кто ходил в, так сказать, феске с кисточкой. Вот кто-то там в фесках с кисточкой. И вот, значит, это как раз на следующий день после 60-летия убийства Кеннеди. 50-летие убийства Кеннеди было. В 13-м году это у нас было. У нас была тогда прямая трансляция в кинотеатре «Горизонт». Я смотрел толпы народа, любители. Закончилось далеко за полночь. Я даже не слышал о таком сериале. О, замечательный сериал «Доктор кто». Или, ну, у меня такое бывает, знаете, если я быстро так смотрю, и если не производит впечатление на какое-либо «Доктор кто». Да, действительно, есть такой. У него есть даже эти ответвления, спин-оффы. Ну, в общем, замечательный сериал. А какого он вообще годов-то? Ну, что какого? Годов каких? А он начался в 63-м году, до сих пор продолжается. Да вы что? Там был где-то перерыв у него в конце 90-х, в начале 2000-х, а потом его опять возобновили. Да, число... Возобновили его, начиная с 9-го «Доктора». Было 8 «Докторов», 9-й, 10-й. 10-й очень долго был, очень был успешный. 11-й, вот он мне 11-й очень нравился. 26 сезонов. Ну, вот видите, как хорошо. Да, что-то мимо меня «Доктор Кто» прошел. «Доктор Кто». «Доктор Кто», да, да, да. «Доктор Кто». Я «Доктор». У-у-у, врешь. Когда я его играл 9-й, он 9-й был такой, так сказать, брутальный актер. Он так говорит, говорит, я «Доктор» и все прям сразу в штаны накладывали. Ну, у других, по-моему, такой брутальности не было и штаны не накладывали. Перестали бояться. Ну, другой сценарист был. Потом там у них сменил сценарист, и как все это дело, забуксовал, 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 забуксовал. Да, очень часто бывает, и действительно... Одно потому, потому одно, одно, потому, потому одно, как-то вот какое-то все такое... Ну, прекратилось все, да, вот так сказать. Сюжетность должна быть. Все-таки это фантастика, как ни крути. А вот она, вот сюжетность, это пропало. Сюжетистость пропала. Ну, очень сложно, на самом деле, очень сложно. Вот я вот так сам порой, ну, как бы придумываю какие-нибудь продолжения для своих там рассказов, героев. Но очень сложно, очень сложно. То есть, а ведь как вот обычно происходит? Вот что-то у тебя какая-то есть идея, ты это описываешь, да? А вот продолжение очень сложно сделать. То есть, там либо, 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 либо должно быть, ну, снова, как это сказать, снова какое-то вдохновение, да? То есть, вот, там, какие-то продолжения, ремейки там делают. Ну, вот, очень часто ремейки, конечно, намного хуже. Вот, вы читали такой роман «Мотылек» Андрея Шарьера? Нет? Да, это был такой, то есть, человек сам писал про свою судьбу. Это был такой Андрей Шарьер, он был, да, он был преступник, он был медвежатник в Париже. Ну, его, как бы, там, по, значит, по... Сейчас, одну секунду. Ответьте. Алло. Да. Это сильная искренность этой публики пояснение. У нас так принято. То есть, спокойно отвлекайтесь, там, надо чего-нибудь сделать, делайте, все хорошее. Да. Значит, так, что я хотел сказать? Ну, вот, когда с Савельевым гуляли, он, значит, останавливался на время, так сказать, пописать, например. Мы с ним гуляли, в смысле, он гулял, а я тут сидел. Всем очень понравилось, очень естественно. Савельевым? Савельевым, Савельевым. Савельевым, а я с кем сказал Савельевым? Савельевым. А кто такой Савельев? Я знаю только одного, Игоря Васильевича, он ныне покойный, он физик. Кафедра общей физики, вот учебник знаменитый Савельев общей физики, это его работа. Да, ну, значит, вот и был такой, значит, медвежатник в Париже, его осудили, по-моему, что-то там лет на 15 на каторгу по каким-то поддельным этим, ну, по поводу убийства. То есть, его обвинили в убийстве, свидетелем был какой-то сутенер, который, в общем-то, в принципе-то, оболгал его. И вот он, значит, уехал в Каену. Каторга тогда у нас была Сибирь, а у них, собственно говоря, ненамного лучше-то вот эти условия в Каене. А это где Каену-то? Ну, Каену, это Латинская Америка, это вот где французская Гвиана. Где у них космодром-то? Да, я понял, понял. Вот, и он три раза бежал оттуда, вот, третий раз он удачно все-таки сбежал, в Венесуэлу попал и написал вот этот роман. Роман, ну, вот, я помню, один раз я его читал, он издавался, кстати, всего два раза, по-моему, у нас, один раз, по-моему, переиздавался, такая классная книжка. На самом деле, где она тут, где она тут, да, я как-то увидел на развалах и купил еще одну, у меня две, я там хотел приятелю подарить, но, в общем-то, как-то не сложилось. И вот он написал этот, ну, отличный роман, то есть он читается очень легко, я помню, я его когда начал читать, я его что-то с утра в 11 вечера и только в 4 утра закончил. То есть я как-то ее проглотил, такая толстая достаточно книга, очень интересно написана, со всеми подробностями. И потом, потом, в 72-м году была экранизация, кстати, там получил Оскар, Дастин Хоффман там играл, потом, то есть звезды первой величины, там все было, фильм действительно был сделан очень и очень классно. И вот в 16-м, 17-м или 18-м году вот ремейк сделали, ну, такая дрянь, ну, ребята, ну, зачем, не надо делать, не надо, не надо, да. Это, вот, единственный, по-моему, вот я знаю два фильма, которые каждая серия была лучше предыдущей, вот, но это не сериал, а именно фильмы. Это «Крестный отец» и «Неуловимые мстители», вот, наши, Кеосаяна. Действительно, потому что «Корона Российской империи» – это уже шедевр, это уже, ну, супер, да. И вот, честно говоря, «Крестный отец» третьим мне намного больше нравится, чем вот предыдущие два, ну, хотя они тоже великолепны. А так обычно вот эти все какие-то продолжения ремейки очень сложно делать, ну, очень сложно, очень сложно придумывать что-то. Вот. А вы знаете, что Марио Пьюзата написал вот этот свой, у него же были огромные долги, притом такие, то ли карточные, то ли какие-то, вот. И он написал быстро достаточно вот этот роман, и потом по которому была вот эта экранизация. Сериал недавно выпустили, как снимался «Крестный отец». Сериал очень хороший, всем советую посмотреть. Забыл, как он называется. – Какой сериал? – Сериал о том, как снимался «Крестный отец». Художественный, там, да, все художественные, там, Коппола, там, значит, то есть чисто игровой такой фильм. Но сделан великолепно, и очень, главное, он подробно на фактическом материале, как вот это, как мафия там сначала не хотела, чтобы снимали там, ну, очень хороший. Вот из последнего, что вот я видел, это одно из лучших. Вот этот сериал о том, как снимался «Крестный отец». Вот первый. Так что вот, поэтому вот всем, всем очень советую прочитать и посмотреть фильм. Ну, вот фильм именно «Мотылек» Андри Шарьера, прочитать книгу и посмотреть вот этот 1972 года или 1973, что-то такое. Вот этот фильм. Ну, фильм-то шедеврален, конечно, тоже. То есть показывается, это Каена, как там вот эти хорошие очень вставки сделаны, там, как у него крыша едет, когда после первого побега его сажают в одиночку, он там сидит три года. Ну, это надо смотреть, и я всем-всем-всем советую, если вы не хотите что-то в своей жизни упустить, достаточно серьезного, хорошего такого. Вот так, вот так. Так что вот. А что последнее, с последнего времени вы смотрели, интересно, Борис Сергеевич, что-то было такое? Нет? Ну, вот я смотрел в кинотеатре нашим замечательным фильм под названием «Мастер и Маргарита», но это вроде как наше. Ну, кстати, замечательный фильм. Смотрели последнего? «Крайнего мастера Маргарита-то». Да смотрел, мне не понравился, ужасно. А что так? Ужасно, да? Ну, что вы, да? Господь, Соня, это все настолько, конечно... Ну, мне не нравится, когда... Вы понимаете, да? Когда вот ты пытаешься какое-то гениальное произведение, значит, интерпретировать, то получается плохо, потому что ты не гений. Ну, новое прочтение явно... Не надо, не надо эти новые прочтения. Это новое плохое прочтение, вот я бы так сказал. Я здесь категоричен, и я... Да, там новая – это Москва, там это все, там, да. Ну, нет, 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 нет. Вот не так давно смотрел я «Дюну». Ну, это такое место, так сказать, намоленное, как говорится, в публике. У них множество фанатов. «Дюны первые» или «Вторые»? Ну, вот сейчас вот в их вышло какая «Дюна» – первая или вторая? Ну, вы знаете, у нас она не вышла. Вышла, вот я рассказывал, что... Не, ну, я вас умоляю. В Москве есть такое место, это огромный торговый центр. Когда я туда попал, он действительно огромный, почти пустой, как в сказке. В нем, значит, в магазинах все есть. Там есть кинотеатр, там идет все, что у нас запрещено показывать. Оттуда видишь, там кругом снег. Как оттуда добираться, а где-то через этот снег добрался до каких-то трамвайных путей, потом по ним куда-то там уехал. Вообще такое место сказочное просто, фантастическое. Как во сне это было, как во сне. Вот, и я вот там смотрел как раз вот эту «Дюну». Я уже там уже проложил туда дорогу. Это уже был второй мой визит. Первый раз я смотрел что-то еще там. Вот сейчас с ним... А, это был такой небольшой фильм, который не был, кстати, по-моему, категорически запрещен. А может, и был к показу в РФ. Ну вот, вот такой вот замечательный разбойничий кинотеатр, можно сказать. Вот. Сзади действительно впечатляет. Огромные торговые центры, практически нет людей. Как в сказке какой-то. Как в сказке. Ну потому что откуда там люди, кругом снег, простите. Откуда там люди. Это какой-то такой вот... Вы знаете, Борис Сергеевич... Вообще, как из какого-то... Какой-то был сюжет в фильме про этих самых... Сейчас. Стартрек. Там вот продолжение Стартрека было. И вот там было такое вот место, которое было нигде и никогда. Вот это примерно так, как и здесь. Да, слушаю вас. У меня на канале есть три даже таких, три видео, там по 40 минут, когда был объявлен вот этот локаут, да, или как он там назывался. В связи с... В связи с... Карантин у нас это называлось. Карантин. Как? Карантин, карантин. Локдаун. Карантин, да. Вот первый день карантина, значит, и я прям с утра вышел и пошел вот туда до прокуратуры, там по Васильевскому, на рынок. Еще... На моем канале они есть. Как раз я вчера тут набрел на них случайно. Вот. И там очень интересно. Там вот, знаете, щур такой настоящий. То есть никого и ничего нет. Абсолютно. То есть улицы пустых. Хотя это был понедельник, там вот 11 или 12 там дня. И вот это, конечно, да. Вот это был самый настоящий сюр. То есть я вот сейчас просматриваю, и я думаю, как хорошо, что я это заснял-то все. То есть вот невероятно, когда вот никого в городе нет. Ну, понятно, там такое бывает, ты можешь заснять, когда там Белые ночи пойти, но это все-таки немного не то. Вот я там, значит, прачечная какая-то работала, там на рынке тоже. А, рынок работал, да. Какие-то одиночные там были такие люди, но я с ней там разговаривал вполне так. А как же на рынке-то они кому-то продавали, здесь народ нет? Ну, я не знаю, рынок был открыт. А покупателей-то были? Покупателей не было. Я там был, значит, я это все снимал. Продавцы были, продавцы были. Нет, продавцы были, можно было все купить, продуктов навалом было. Покупателей не было. Покупателей не было, да. Покупателей не было. Может, единичные какие-нибудь были, но вы знаете, как исторический какой-то некий момент. Жалко, надо было, конечно, в город податься туда, в центр. Вот этот пустой Невский, гостиный. То есть вот это было бы тоже. Ну, вы знаете, я вам скажу, это понятное дело, что вот ваш визуальный опыт замечательный. Вообще говоря, вот этот карантин, локдаун, да? Да. Он вообще изменил наш мир, наши способы бытования в этом мире. Причем я не скажу, что они как-то в отрицательную или в положительную сторону. Ну, просто изменил. Вот мы теперь можем работать из дома. Вот я раньше никогда видел вот так вот дома писать. Ну, беседы никогда не писал вот так дома. Вот поэтому вот по интернету. Но мы узнали Zoom, например. Вот сейчас мы знаем, что есть Zoom. Узнали Zoom. И теперь очень сложно, да. То есть вот эти все доставщики у нас носятся на своих этих доставках продуктов. Эти на самокатах, они создают ужасные вот эти транспортные условия. То есть они там нарушают все возможные правила. Они по татуарам ездят. У нас улица с односторонним движением. Они против этого движения едут. Да, да, да. Это ужасно. Их сбивают. Их, конечно, надо снабдить какими-то правами на вождение и обязать их соблюдать. Конечно, конечно. Потому что, ну, я думаю, когда… Они как-то взялись вне закона. Они фактически тот же самый, так сказать, легкий мотоцикл. Да? И по скорости, и по массе, да? И, соответственно, по опасности. Но управлять им можно как попало. Да. Легкий мотоцикл надо управлять, соответственно, с правилами движения. И против движения на нем ехать никак нельзя. Да, рушать нельзя. Естественно, на них. А то, ну, естественно, на них. А то, ну, естественно, на них вообще… И как-то не бредяешь к ним отношения. Как будто мальчик на трехколесном велосипеде едет. Ну, и поезжай, мальчик. Чего тебя заштрафуют? Да. Да. Вот эти действительно изменили мир. Вот эти две вещи. То есть то, что мы там сейчас… Они открыли для нас новые возможности, о которых мы не знаем. Они были, но мы о них не знали. Понимаете? Ну, их, да. Их не было как бы… Они были, но… Мы не умели пользоваться. А тут мы все научились пользоваться. Да, научились, да. Правда, есть определенные сложности. Сложности вот какие. Вот, во-первых, ну, мы стали в ВУЗе дистанционно проводить занятия. И, кстати говоря, вот такое занятие, наверное, в два раза более трудоемкое, чем обычное. Да, почему? Да, почему? Потому что к нему надо с определенным образом готовиться. Во-первых, как мы подаем им материал? На доске пишем. А теперь это надо было его каким-то образом либо заготовить на отдельных страничках. Вот не все вот эти вот… Не каждый программный продукт, который использовался для этого, там, да, он… Вот Zoom позволяет нам просто писать, да? Некоторые не позволяют. Надо заготовленный лист показывать, да. Но это очень тяжело, на самом деле. Надо его приготовить сначала, этот лист. И потом это уже получается такой нетворческий процесс, понимаете? Так-то у нас комедия дель арте. Там известно, о чем пойдет речь. Там про Симус, потом про Косинус, потом про Тангенс. А какие примеры, как ты будешь это рассказывать, на какую злобу дня, это вот ты вот сразу придумываешь. То есть никто текст не писал раньше лекции на ходу. А теперь надо весь текст написать сначала, понимаете? Это сложно. Причем написать, а не просто проговорить, продумать. Да, а так ты когда тему знаешь, ничего там особо продумывать-то, ну вот, расскажи еще раз то, что ты всегда уже, тысячу раз уже рассказывал. И все. Снабди новыми подробностями, новыми анекдотами, на злобу дня, что-то такое. Ну и все. А тут нет, этого мало. Но вот это очень плохо было, да, тяжело. То есть оплатили все так же. Единственная экономия, что можно экономить на обувке, сидеть дома в домашних тапочках. Да, не ездить на работу, на транспорте экономия, опять же. Время чуть экономится, но немного. Проезд даже по Москве очень короткий. За час можно куда хочешь доехать. Да. Но я считаю, это плохо. Это плохо. Ну, в плане того, что все-таки надо передвигаться, ты получаешь какие-то информации, какие-то ощущения. Это все правильно. Тактильные ощущения, да, тактильный голод. Это все понятно. Ну, нет, 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 это... Нет, это правильно, вы говорите. Ну, просто за это, за вот эти вот дистанционные лекции надо просто дороже платить. А вообще еще за некоторое время до вот этого локдауна пошли разговоры до следующего вида. А разговоры эти я слышал, ну, в одном из ведущих российских вузов, да. Ведущий-ведущий вуз. А разговор был такой, что вот есть такая вот идея, концепт такой на самом верху есть, что создать качественные видеокурсы по таким предметам, которые, ну, широко употребимы. Математика, например. Вот он матанализ, кто его только не изучает? Все его изучают. Давайте сделаем один курс матанализа на всех, да. Один курс линейной алгебры на всех. Один курс аналитической геометрии на всех. И ты не будешь его преподавать в институте. В институте просто не будет даже кафедры этих наук, не будет преподавателей. Вы просто заходите в интернет, проходите там этот курс, сдаете эти самые тесты и получаете из интернета справку, что вы это сдали. Вам положено, вам положено как инженеру сдать матанализ и аналитическую геометрию, и еще чего-нибудь. Все, вы это закрываете справкой. И все. То есть, таким образом можно сократить огромное количество преподавателей. Вот. Ну, вот. Ну, вот это, конечно, было очень такое решение интересное. С одной стороны, можно по-разному на нее смотреть. С одной стороны, ну, вот почему случилась революция с 17-го года. Было очень много лишних образованных людей. Вы революцию хотите? Это такой вопрос. А с другой стороны, у нас эти образованные люди уже в дефиците, и скоро их совсем не будет. Таких людей... Так всем привет. Скоро совсем не будет, да? Какое-то такое пресловие. Вот. Так вот, таких людей скоро совсем не будет, а вот курсы, вот, пожалуйста. Ну, там один человек найдется, прочтет, обновит. А остальных, может, и не надо нам держать. Вот. Слишком умные тоже не нужны люди-то. Они мешаются. А так все будут так вот. Потому что потихонечку есть такая тенденция «общемировая я», что называется. Она к нам проникла вот после... конца советской власти, что не нужно образование, нужно обучение. Ты научи человека тому, чего нужно работодателю. Все. Он не должен думать. Он должен только свой предмет знать. А образованно он обо всем думает. Ну, вот. Опять возвращаемся к тем людям, которые сделали... Организовали революцию 1917 года. Это были люди образованные. Тем людям, которые, значит, были в первых рядах движения, значит, 91-го года. Это были люди образованные, но не востребованные в обоих случаях. Недостаточно востребованные. Или не на той работе востребованные, где нужно. Вот. Вот это вот погубило тогда. Мы, вячеслав, изучали Петерсхаген и Фредевальде. А и были мы офицерами запаса. Это наше было основное предназначение. А столько офицеров запаса для работы не нужно. А все никак Третья мировая война не начиналась. Вот не начиналась и не начиналась. Не начиналась и не начиналась. Чего тянули, непонятно. Но тянули, хотели получше, 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 получше. А потом сзади за спиной вырос огромный прыщ в виде термоядерного Китая, да, с межконтинентальными ракетами. Ну, и все после этого война уже в Европе стала невозможной, конечно. Любая война в Европе, это, значит, война на два фронта и большие проблемы для Советского Союза. Да тут еще пришел Горбачев, который стал странную политику вести. Если не сказать больше. Ну, собственно говоря, все этим кончилось. Увы, ах. Ну, да, это, конечно, наши мечты такие были голубые. Пройтись по Париже с автоматом Калашникова, вежливо так вежливо. Посидеть в пестро. Да, пермите муасель в упле. Да. Присаживайся аккуратненько в уголочке. Автомат между ног поближе к сердцу ставишь, да, и там. А вы были? И коньяк. Ну, тебе приносят у них кафе, у них коньяк. А вы были в Париже, Борис Сергеевич? Нет, в Париже не был. В Риме был. А, в Риме. Вот я до Рима не доехал. В Афинах был, в Афинах был. О, Афины. Вот самое большое впечатление на мне, из всех моих заграничных странствий, произвел Олимпийский стадион в Афинах. Да? Самое большое, огромное впечатление произвел. Это тот самый стадион, на которых когда-то еще в античные времена были Олимпийские игры. По-моему, первая Олимпиада уже нового времени на нем была. И одна из поздних Олимпиад тоже там была, когда в Афинах. На нем там, я не знаю, может, церемония открытия на нем была. Но там играли еще и были, стреляли из лука там. Ну, место есть, не пострелять из лука. Он уже не соответствует современным требованиям. Но можно было поиграть. Ну, замечательно. Нет, впечатление огромное произвел он. Ах, это, блин, компот. Олимпийский стадион в Афинах. Вы знаете, на меня произвело самое большое впечатление из заграничных поездок. А был я много где. Я был в Париже, в Лиссабоне, в Барселоне, в Пекине. Нет, в Америке нет. Ну, понятно, там Швеция, там Стокгольм и так далее. Но самое большое впечатление произвело, знаете, что? Иерусалим. То есть, вот это, конечно, невероятное было впечатление. То есть, как-то он настолько завораживает, что... Ну, я рассказывал, да, что вот этот храм гроба Господня, там вот я сидел там три часа перед входом, уже стали посмотреть на меня эти племянники этого хранителя ключей арабов, что он тут сидит, а там все вот это, значит... Может, террорист какой? Да нет, нет. Не ловит террористов. Ну, вы знаете, это вот точно такой же был взгляд, как я, помню, смотрел на репетицию, когда работал... Ну, я там забрался где-то наверх в этом... В Александрийском театре-то, вот это в Пушкинском. Значит, когда я там работал в монтировщиком, там было такое время, и я туда забрался. Вот режиссер, вот он... Что вы там делаете, понимаете? Ну, я же ничего не делал. Я сидел я там где-то наверху, там, краем глаза, и все равно вот... И вот там точно такой же. Вот они как-то... Ну, они ничего не могли, конечно, сказать. Я сидел там на этой приступочке напротив входа, и ничего там... Да, вы же не монтировщик сцены, которому... Да, 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 меня же нельзя отшить туда. Ну, риск. А почему? А потому что ты видишь, то есть ты, во-первых, не тот, кто приносит им деньги. Это раз. Ты сидишь там, значит, смотришь, и как это все делается достаточно приятно. Значит, они там все эти вот кого-то там без очереди к этой кукле провести там или еще куда-то там. Вот. Помню, конечно, меня впечатление вот этот, но он именно был какой-то украинский батюшка. Он стоял там где-то перед входом, и вот когда, значит, с Украины, значит, эти... Экскурсия, да, и к нему, значит, и вот, значит, ему там батюшка там весь смотрю, а зрение хорошее еще было. Смотрю, 50 евро, 100 евро. То есть меньше бумажки ему не давали, вот, значит, там, ну, помолитесь, поставьте там свечку и там, ну, еще что-то такое. Именно у них же, по-моему, как-то вот, я не знаю, но то, что это было, да, именно украинский такой батюшки. Вот, значит, когда этот, значит, они все разошлись, и он, значит, исподрялся, у него такой карман, и он оттуда такую, значит, пачку этот денег, да, внешний долг Либерии, да, и туда, значит, эти купюры обратно, раз туда, значит, ну, пачка меня поразила, вот такая какая-то, там, евро, доллары, там, вот. Вот, у нас был тоже один такой батюшка, в электричке, в Голупе на Рязань, он подвязался, он, значит, идет, значит, по нему, вот, завтра такой-то праздник, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, он никаким священником не был, разумеется. А ходил в Рясе? Ходил в Рясе, естественно, объявлял, какой завтра праздник, собирал, значит, деньги на всякие требы, там, да, вот, там, помолиться. А вот как его, то есть, вот, с каких-то вот этих, там, мошеннических позиций можно на него как-то, ну, я не знаю, я не знаю. Вот кто он, то есть, у нас-то, я помню, в 90-е-то много их было, то есть, они стояли где-то там на храм, на дорогу к храму, значит, там, подайте, ну, не подайте, ну, стоял такой, значит, этот батюшки, вот он все там крестился, значит, там, с бородой такой, ну, вы знаете, я заметил очень такое большое сходство между вот нашими этими такими вот этими батюшками и гаишниками. Вот я помню еще там вот и в нулевые годы, и эти, то есть, все как-то вот они такие не худые, вот, то есть, гаишникам надо просто бороду приделать, и все, у них как-то и разговор такой вкрачивый у гаишников, да, то есть, они тебя вот там. Ну что, нарушаем? Ну что, нарушаем. Грешишь, сын. Сейчас отпустите лекции. Да, да, можем отпустить грехи. Можем, конечно. Вот. Отпустим для милой души все твои грехи, красавица. Да, 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 у меня был такой один знакомый, вот, такой вот этот батюшка, вот он летал, значит, возил золотишко туда, в Англию, вот, и как-то вот он прилетел, притом он такой конкретный черный монах был, и он, значит, прилетел, а он там сожительствовал с одной дамой, вот, и ей из Пулкова звонят и говорят, вот, мол, типа тут он, а он любил такой выпить, нормально, такой ставки ходил ставил, я его подсадил на это, вот, вот. И он, значит, Андрюха такой был, вот, и он, говорит, приезжайте, ну, спросили, это правда, да, 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 вот он у нас в Александровской лавре, все там, да, да, это все есть. А то он тут вот буянит, обещает всех, значит, проклясть, значит, приезжайте. Отпеть живых, да. Заберите, да, 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 я помню, он рассказывал, да, ну, она поехала, да, там все забрала, все-все-все, давай-ка буяните, значит, вот. Я помню, значит, он как-то рассказывал, что, значит, там пасли через железнодорожный переезд, а там, по-моему, было что-то такое, вот это, лишение прав, если ты на красный проезжаешь, там как-то они хитро так стояли, то есть красный загорался, ты его мог не заметить, а потом тут звуковой сигнал, в общем, они стояли на той стороне обычно, и вот он рассказывал, да, вот. А у него было такое удостоверение РПЦ, все нормально такое, он, значит, такой, раз, вот, я тут, значит, еду, да, ну, батюшка, без проблем, 50% скидки, давайте полторы тысячи всего, вот. Тоже такие с юмором товарищи, ну, я говорю, гаишники очень похожи были. Так что вот, вот так вот интересно, да, ну, вот впечатление, конечно, Иерусалим произвел, то есть вот именно ощущение, мы, значит, стояли наверху, где университеты, внизу там была остановка, я не знаю, я рассказывал об этом, нет, я смотрю, в штатском стоят там люди там в футболках, но с оружием, УЗИ там, М-16, значит, такие, я такой, значит, гиду, а ой, смотрите, смотрите, там, да, это нормально, это типа народного ополчения, вот такие стоят на остановке там такая вот, ну, чтобы мало ли что там. Ну, по-моему, там не было какого-то, да, в то время противостояния, но тем не менее от меня это поразило. Ну, и вообще, конечно, ощущение, то есть вот именно ощущение от этого города, вот ты ходишь по этим узким улочкам, к стене плачут, там эти девушки, значит, принимают присягу, они такие там, рост там сам 16, вот, но это как-то впечатляет, да, вот, ну, и вообще весь город, конечно, он, ну, вот, одно слово Иерусалим, вечный город, да, то есть не Рим вечный город, а Иерусалим, я бы так сказал. Вот такое впечатление, от Парижа было впечатление, знаете, какое-то такое двойственное, почему, ты приземляешься там, вот, я прилетел, по-моему, в Шарль-де-Голь, вышел, такое впечатление, будто вот я где-то в Сенегале там, значит, оказался, или там еще в какой-то Африке, то есть одни, не арабы даже, одни вот негры, притом такие настоящие, там, вот, в этих тюрбанах этих совсем. Чернокожие, чернокожие, нельзя говорить слово на букву Н. Да, да. Даже вот, я понимаю, что в русском языке слово Негр не имеет негативной коннотации. У нас есть другое, между прочим, слово такое, вот, которое, вот, да, оно похоже на это, но оно по-другому звучит, мы его не будем говорить. Вот, поэтому я считаю. А у них другого слова просто нет, вот, у нас такое вот, ну, понятно, от какого-то там испанского слова черное происходит, Негон, как там, Рио-Негро, да, черная река, Рио-Негро. А, этот, как его, Черногория, это как называется? Да. Монтенегро. Монтенегро, да. Монтенегро. В общем, вот такие вот, да, такие темные люди там ходят, ходят, загорелые, очень загорелые, вот, с африканского континента, и, конечно, это как бы так, ну, вот, для меня, конечно, Франция-Париж был, это вот эти 60-х, ну, по фильмам 60-х, 70-х годов. Да, Фантомас разбушевался. Ну, Фантомас-то, наверное, не... Да, вот эти вот, эти все там, Алан-де-Лон, там, Бельмондо, то есть вот эти все фильмы. Да, и тут Террас вот такой, значит, приехал, и все там. В центре Парижа вот эти все какие-то там, я не знаю, такие забегаловки, там арабы в основном, да, то есть ты так ходишь, и как-то, как-то, как-то не... Ну, как-то, ну, такой этот, как это называется-то? Когда ты думал одно, а видишь совершенно другое, да? Ну, да, да, удивительное рядом, да. Да, единственное, мне что вот понравилось очень, это, конечно, еврейский портал. Вот атмосфера великолепная. Я как раз был там в обеденный период, там вот ходил... А где там, где в Париже еврейский квартал? А еврейский квартал, это вот как идешь в сторону Нотр-Дам-де-Пари, скажем, из центра, да? И вот там, где-то не доходя, вот он, получается, вот где Бастилия была чуть подальше, вот. И вот там вот такой еврейский, этот латинский квартал не произвел такого впечатления. То есть, понятно, там нет уже той атмосферы, которая была там в 20-е и 30-е годы, да, когда там были Модельяне, Пикассо, там, этот, Хемингуэй. Нет, как-то нет. А вот... Художники, литератор, артисты, музыканты, да. Да, 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 художники, да, вот эти все. А вот еврейский квартал как-то, ну, там такая душевная атмосфера, атмосфера как-то вообще, все как-то к тебе, ну, вообще, в принципе, там неплохо к тебе относятся. Я вот выбирал там жене, там, скажем, в обувном, там, сапожки какие-то, так они, ой, да давайте, давайте, значит, там просто разные размеры. У них там 38-й один, а 37-й у нас другой, как бы, вот, да. И я звонил, да, и он говорит, ну, сейчас я жене позвоню, ну, там, сколько в этих сантиметрах это будет. Вот, нет, все нормально. Ну, я говорю, ладно, давайте на всякий случай еще и вот эту. То есть две пары взял, и жена сказала, правильно сделаем, молодец. Вот, и те, и те, в общем-то, нормально. Ну, там разница была не очень большая. Вот, ну, мне понравилось, да, вот именно отношения какое-то. Ну, а вот отношения именно как вот показывали в фильмах там? Ну, плодовцы всегда хорошо относятся к покупателям. Во Франции? Да, я думаю, что во всем мире. Ничего подобного. У нас отвратительно относятся. Я чуть не прибил одну продавщицу. Она откровенно хамила какому-то парню, значит, который туда зашел, что-то пытался, значит, выбрать. Я ее чуть не прибил там. Ну, это такой парень, которого она... Нет, ничего подобного. Он очень большой покупателем, на самом деле. Ну, какая разница? Какая разница? Он не был бомжом, он был нормально одет. Ну, и что, что... Ну, в основном, что его знают. Есть такие. Ходишься... Ничего подобного. Я вот был, значит, в замечательном городе, значит... Сейчас скажу, как замечательный город-то называется, в Перми. И там, значит, я вот выступал с некоим, так сказать, рассказом после премьеры фильма одного научно-популярного, да? И через полчаса где-то после этого фильма я, значит, комментировал его. Ну, почему-то через час, чтобы, наверное, улеглись волнения и страсти, наверное. Вот. И... Ну, и, значит, после этого ко мне там одна дама обращается. Ну, все, я с ней... А вот ведущие этого мероприятия, так на нее негативно настроены, реагируют, а что такое? Да она тут всегда ходит, всегда тут мешается, ну, с такими-то своими там проектами она всегда ошеломляющими обращается. Неправильно себя ведет. Ну, и вот... Нет, такие есть, такие встречаются, я согласен. Но это был не тот случай. Так что, Борис Сергеевич, будете... Нет, она показалась такой, ну, нормально, милая. Ну, какие-то спрашивают, не самые умные вещи, но тем не менее... Ну, что ж такого-то? Дураков надо учить. Мы для этого лекции читаем. Ну, надо снисходительно, конечно, к людям относиться, если уж учат. Дураков учат. Да, дураков, да. Ну, надо, для этого мы тут и работаем-то, в общем-то, говорят. Дураков учат, а дураки мучают. Вот. Да, ну, есть. Так что, если будете в Париже, вот в еврейский квартал обязательно зайдите, Борис Сергеевич. Пойду в еврейский квартал в Париже. Где-то вот там в районе... Боюсь, что скоро тут в Париж не попадешь. Да нет. Ну, как вот, раньше как, это просто очень было. А не поехать ли куда-нибудь, да? Мне в Париж поделать надо. Ну, а если визу получил уже, евровизу, да? Ну, то, в принципе говоря, куда хочешь в Европу поезжай. А единственная проблема, находишь гостиницу, находишь билеты. Все это дело, не исходя с места, оплачиваешь, да? И все. А вот так и было, да. А теперь-то оплатить-то как? И причем надо денег тамошних взять с собой тютельку в тютельку. Потому что на выезде положено всю валюту, которая имеет обращение внутри СНГ... Как это называть? ЕС, это не только те самые евро. Это еще и злоты, это еще и форинты. Это еще все, что хотите, да? Куны там какие-нибудь. Это все внутри ЕС, внутри ЕС, да. Все должно отобрать. Вывозить нельзя эту валюту. Ну, так вообще, только надо взять денег в аккурат, чтобы не ошибиться. Борис Сергеевич, это не та проблема. Никто тебя обыскивать не будет, не будет тебе залезать там еще куда-то. Знаете, вот как... Не знаю я уж, та или не та проблема, но все равно, ну... Главное, как оплатить. Вот идешь в посольство, спрашивают, ну, где ваши там билеты, вот они туда и обратно, хорошо. А, нет, ну это чтобы... Теперь этого даже и не купишь, ну, билеты-то, может, ты купишь там. Хотя, как его купишь-то? Да, до Стамбула-то купишь и обратно. От Стамбула до, там, чего-нибудь Вены, Берлина, Лиссабона, Парижа не купишь, потому что нечем платить. Да, кошмар. Да, было все просто. Действительно, было именно так. Взял, заказал и полетел. Вот я вот... Полетел, да. Я помню так... Это тоже проблема целая, а платить за Zoom. Бум, у меня ведь Zoom, так сказать, видите, не ограничено сорока минутами-то. Обычно-то он сорок минут, и как бум, и переключаюсь, и перезагружаюсь, и перезагружаюсь. Ну, в принципе, с этим мы научились жить. Но вот сейчас у меня он оплаченный Zoom. Какое-то время я еще смогу пользоваться, пока не начнется это вот опять преследование. Ага. Ну, пускай еще оплатят, ничего страшного. Ну, надо, надо, надо. Будем надеяться. Пускай, конечно. Пускай еще перечислить денег. Пускай. Да, мы персонально обращаемся к этому прекрасному человеку, который помог, в общем-то, реально не урезать наши видео, которые у нас с Борисом Сергеевичем по два да по три часа идут порой. А как бы мы собирали много-много видео, а потом бы скидывал, скидывал бы. Ну, технологии существуют, конечно. Да, но это не то, конечно. Потому что это все равно, что ты сидишь где-нибудь там во дворе, там на этой самой, разговариваешь, потом раз в сорок минут разошлись, потом снова сошлись. Да, но это как-то не по-людски, да. Я не знаю, а вот как вот у вас в Коломне, в Москве. Я помню, вот сейчас нет вот этих товарищей, которые раньше во дворах сидели и в домино играли, там, раз, рыба. Не видно сейчас, нет, таких не видно. Жалко, жалко. Я еще застал эти времена. Были еще эти доминошные столы, покрытые таким толстым листом металла, чтобы по нему шлепать доминошкой. Да, 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 ой, как, да, я помню эти, эти, эти люди, эти вот мужчины, которые были настоящими мужчинами, да, сейчас, конечно, вот. Да, настоящие доминошники, да. Настоящие доминошники, да, да, вот такой. В доминошках и в этих самых пижамных штанах, да, это вот настоящие мужчины. Или в трениках с оттянутыми коленками, да. Да, может быть, в трениках, да, да, но обязательно в этих шлепанцах на босу ногу, это обязательно. Они вот были, они вот где-то на заводах работали, то есть это были вот такие рабочие люди, там, вот. Да, 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 кстати, они стремились к науке, к искусству, к знанию. Все-таки они забивали козла и играли в эту игру, она как ни крути интеллектуальная. Кто-то в шахматы, кстати, играл. Да, ну а сколько? Кто-то играл в шахматы, ну вот это вот. Я помню тоже вот шахматы и шахматы. Это пошли вверх, надо сказать. Вот к ним как-то иногда иронично люди относятся, а на самом деле это вот те люди, которые, ну, единственно будут их потомки хоть как-то понимать, там, меня или мою дочь, там, лет через 20. Ну, через 20 лет меня-то, наверное, не будет уже, а дочь, надеюсь, будет, вот, будут понимать. Вот только они, да. А остальные там все сменится, просто физически сменится на поколение. В Москве-то уже, если идешь к метро, то по дороге русской речи не слышишь. А, да. Да, 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 да. Заходишь в Макдональдс, или как это называется, вкусная точка, ну, там тоже тот, кто выдает с покупателем, говорит на их родном языке, не на наш. Ну, со мной-то она по-русски поговорит, а с ним они, значит, выбирают на своем языке. Нет, мы, с нами все вполне комфортно, мы можем с кем угодно поговорить, ну, тему-то едва ли мы найдем со всеми, а вот с теми, вот, в Майк-алкоголичках мы могли найти тему разговора. Они бы нас поняли и даже бы уважали бы то, что мы с ними поговорили. А вот с этими людьми мы не найдем общего языка, за исключением покупки гамбегера, к сожалению. Мы как-то выпали из... мы в разных культурных потоках находимся. Вы знаете, мы недалеко шли от другого, от цивилизованного мира. Ведь, посмотрите, Соединенные Штаты, Европа... Я понимаю, да, Соединенные Штаты очень такие вот, они, страна же мигрантов, она... Страна иммигрантов. Ну, там, да, и они, наверное, кучковались кварталами, да, вот это будут итальянцы, это поляки, это ирландцы, да, тут евреи живут. Нет, ну, давайте посмотрим Германию, Францию, даже Швеция, да, и, кстати, и Финляндия тоже, вот. Как-то юг завоевывает, да? Ну, это все очень просто, рождаемость выше. Рождаемость выше и неприхотливость в смысле бытовых условий и требований по зарплате. Вот они побеждают. Ну, это обычный такой процесс, он, в общем, как практически это вы открываете Дарвина, а Дарвин открывал в свое время этого самого Мальтуса. Он ведь списал свою теорию с Мальтусом, вдохновился-то. Ну, Мальтус, конечно, хороший был, но все-таки во много... Ну, блин, и то, что там кого примут на работу? Ну, того, кто мало просит. Ну, да. Кто неприхотлив, ну, вот того и примут на работу. Нет, ну, у вас, в общем-то, государство может... Это будет для принятия, ну, государство будет, да. Нет, ну, вот у нас так, у них-то там, да, бегут за того, чтобы получать этот самый валфер, чтобы получать, значит, поддержку. Да, у нас-то этого нет, у нас такого социализма, как у них нет, конечно, даже. Ну, и очень хорошо. И к нам люди импортные едут не для того, чтобы вот за наш счет жить, а работать. Ну, да, потому что нам необходима вот эта энергия. Хорошо они работают, работают плохо, ну, есть хорошо работают, есть так себе работают, но, тем не менее, они все на работе здесь. Кто-то занимается бизнесом, все нормально, все идет. Хотя вот я как раз вчера вот думал об этом. Это честная конкуренция, я бы сказал. Ну, отчасти, да. Ну, вот я вчера такую, значит, жене говорю. Вот смотри у нас. Негр, грузин и кореец. Опять негр. Так, хорошо. Негр – это Пушкин, грузин – это Сталин, кореец – это Виктор Цой. Вот я говорю, смотри, вот лучший рок-музыкант, который был у нас, да, это не какой-то там Гребенщиков, да, это кореец Виктор Цой. Лучший управленец, который был, в общем-то, да, который поднял страну на недосягаемом, никогда, никогда Россия на такой высоте не была. Это грузин, это Сталин. Ну, и, соответственно, лучше можно… Ну, я не знаю, высотой такой не назовешь, потому что, ну, когда жрать-то было особенно нечего. Нет, нет, мы говорим про другую высоту. Усмешку, можно сказать, это тип спортивные достижения. Но я вам еще от себя добавлю, так сказать, серп Сергей Бондарчук, да? Да. Вот, пожалуйста, серп он, да, великий режиссер, самый мощный советский фильм снял «Война и мир». А потом писатель, ну, а то есть, кого можно вспомнить из писателей этого? Это Калина Красная, это как его зовут? Ну, сейчас, сейчас, сейчас. А он-то кем был? Он Мардвин. Ну, Мардвин, да. Мардвин, да. Потом кто еще у нас тут? Шолохов, Нобелевский лауреат. Он казак. Ну, казаки тоже не русские. Вот. Потом кто еще у нас есть? Еще Нобелевский лауреат по литературе. Правда, он, как сказать, нехороший, плохой. Броский? Да, ну, броский, да. А до этого был еще у нас нехороший, плохой для советской власти этот... Доктор Желага-то написал. Да, 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 все, я понял. Пастернак, простите, евреи, да. Михаил Семенович Высоцкий, полуеврей, полуармянин. Ну, да. О, Александр Васильевич Суворов. Так. Полуфин, полуармянин. Ну, типично, чисто русский, понятное дело. Ну, и так далее, и так далее, кого не кинься везде. Иван Грозный. Иван Грозный, наполовину грек он, да, или на чей-то? Атарин. Откуда Татарин-то? Откуда? Из Татарии. А, нет, нет, я понимаю, а кто у него Татарин-то был? Да, по-моему, чуть ли не все там. Татарский род-то был. Иван Грозного, татарский род? Да. Он же от Рюриковича. Ну, там смешалось где-то с кем-то, и кто-то там наполовину, он был, по-моему, татарин. Ну, у него мама была, да, мама была потомком Мамая. Да. Бабушка была гречанка, так у нас числится. Ну, то есть она была, так сказать, дочка императора, да? Да. Она искала себе удачи в этой самой, в Италии, пошла мужа искать, и вроде здорово, дочь императора. Блин, хорошая кровь. Ну, как на нее взглянут, ну, нет, нет, не надо, все, я уважаю. Она была такая очень ярко выраженная личность. Вот. Ну, сосватали сюда ее, в Москвию далекую. В Москвию, да. Нет, я к чему это хочу сказать, что Россия страна имперская. Все-таки как ты там ни крути. Ну, это можно по-всякому говорить, страна она имперская, но это страна, в которой свое вот это вот русское население, она всегда на десятых местах. Оно, в принципе говоря, вот такой вот масса сырьевая, да? Вот. На заводах работать, там, в колхозе таскать плуг за собой вместо лошади. Ну, я бы не сказал. В основном-то так, ну, что говорить так, что толковать? А что говорить? Нет, Борис Сергеевич, я не согласен, потому что огромное количество русских ученых, да? Огромное количество. Вот Менделеев, вот ты поговори с татарами, кто такой Менделеев? Они тебе скажут, кто он такой-то. Кто? Ну, татарин, конечно. У него какие-то находят они татарские корни. Ну, вот из великих физиков наших, кого вспоминаем? Ландау. Потом был член антифашистского, советского антифашистского комитета Капица. Он был член антифашистского комитета. Единственное, кого они не расстреляли потом после конца войны. Кто еще там у нас есть из таких замечательных? Вот Амбурцумян, кстати, его почему-то мало вспоминают. Но это вот Амбурцумян, Маркарян. Они огромный вклад в современную астрофизику сделали. Как-то они их просто забыли. А забыли, потому что это были советские армяне. Поэтому, ну, как у нас? Они забывают о них, да? Вот. Фридман. Амбурцумян, судя по фамилии, уж чисто русский, правда? Айвазовский. Айвазян, да. Левитан. Левитан. Нет, я к тому, что все-таки у нас нет такого национализма. Ну, все равно... Ну, какой у нас национализм? Где его база? Откуда почва-то его возьмется? Ну, и... Откуда почва? Чего, собственно, провозглашать? Это только так. Только пройтись и посмешить людей там, зиговать там. Да нет, ну, это смешно, да. Смешно. Господи боги. Какой это такой русский национализм? Пробросать зиги? Бред какой-то. Ну, вот он весь национализм в это и выливает. Нет, в нашей стране русский национализм – это первый признак распада будет. Конечно, конечно, конечно. Ну, все, ребята, мы от вас уходим, тогда живите сами. И остались мы тогда без евреев. Ну, без евреев мы и так остались, конечно, уже. И без всех прочих народов, которые... Ну, ладно, у нас премьер-министр евреев. И нормальный, кстати, премьер. Уж лучше, чем предыдущих там, да? Ну, да, не все ушли евреи, да. А лучший пропагандист Соловьев создал. Да, 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 да. Ну, о чем говорить? А что бы мы делали без Жванецкого? То, что его не пускают к его даче на озеро Кома, это антисемитизм, говорит он. Да. Да, вы знаете, вот... Значит, вот эти все были разговоры, что Соловьев пропагандист, Гребенщиков песню пел, да? А где этот Гребенщиков? Что он сделал, Гребенщиков? И чем вообще плоха пропаганда, если это пропаганда за твою страну? У нас была пропаганда Великой Отечественной. И что? Мы выиграли. Выиграли войну. Кстати, самый важный пропагандист во время Великой Отечественной, наверное, это мы можем вспомнить. Больше всего пропагандистки статей писал этот... Еврей, кстати говоря. Да. Эренбург, Илья. Эренбург, да. Илья Эренбург. А потом, значит, тоже у нас могучий поэт Константин Симонов. Симонов. Он тоже там, то ли у него армянские, то ли еврейские корни там. Это его приемный отец был Симонов. Он в Рязани жил с приемным отцом и с родной матерью. И вот он был Симонов по приемному отцу. Борис Сергеевич, Есенин-то хоть русский был? Рязанский наш парень. Да, Есенин из Рыбного, из района Рыбновского. И что там? Ну, а что Рыбное-то? Вы не были никогда, не проезжали Рыбное, нет? Нет. Значит, проезжаешь Рыбное, утром едешь в Рязань. Ну, там тоже дремишь, значит, вот просыпаешься, в Рыбном заходят люди, вот эти Рыбновские. Все такие длинные, длиннорукие, длинноногие. Из Рыбновского района была мама Петра Великого. Вот, помните, какое? Длинноногие, длинноногие. Да, да, да. Вот мама его, вот эти Рыбновские корни, Петра Великовские, вот они все. Ну, вот он оттуда. Ну, пьяный он был, конечно, поэт-то поэт, ну, крайняя, крайняя степень морального разложения. Был бы он членом партии, его бы с партии выгнали. Разназначен за пьянку и за все прочие вещи. Но не вступил он, не вляпался он в партию, поэтому не накажешь. Да. Отвратительно обращался со своей женой этой самой Изодорой, Дункан, как он называл ее, Изодора, Айсидора. Вот, отвратительно, по-хамски просто. А у нее ведь тогда погибли дети. И вот она как-то сидит, смотрит альбом с фотографиями своих детей. А тут он подходит пьяный, хватает альбом, бросает его в огонь. Ну, вообще, ну, хам просто в высшей меры. Дальше выше уже некуда. Урод. Это еще раз говорит о том, что талант может быть любым. Я понимаю, я понимаю, да. А может и гений даже. Так сказать, почки можно пересадить не только от правильного человека, но и от серийного убийцы. Они так же приживутся. Я понимаю. Я помню, у нас в школе вот эти все были такие тоже разговоры там, ну, в основном на уроках литературы. А вот как бы вот злой гений, то есть вот гений может быть вот злым там или вот все-таки... Нет, ну, когда говорят злой гений, это говорят гений зла там, да, гений злодейства. Типа вот гениальный злодей Гитлер, да? Гениальный злодей, гениальный. Вот его, да, вот его приводили. А вот Гитлер вот был художником, ну, там... Ну, вроде как художник у него не очень так он прославился, как художник. Ему все-таки известность принесла совсем другая деятельность его. Отнюдь не художество. Да, как художник-то он как-то вот не прославился. Иногда задаешь вопросы, люди теряются и не могут ответить. Значит, Кроссфорд и, значит, австрийский художник, которого Сталин довел до самоубийства. Шесть букв. Да, 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 да. И тут нет, вот не знаю я австрийских художников. Сталина доводил до самоубийства. Да, да, да. Я как-то, ну, особенно у молодых я спрашивал, когда там, иногда у меня, особенно летом, такая вот тяга есть, знаете, сейчас же хорошо, если у тебя есть своя машина, ты можешь в такси устроиться и ездить когда-то, ну, можешь на час поехать, на два, на три там. И вот мне нравилось выезжать, да. И я очень много, ну, во-первых, ты много про город узнаешь, ездил я в основном вечером, когда уже подвыпившие люди, и там языки развязываются, и много чего рассказывали интересного. А мне, как писателю, конечно, тоже это очень интересно. Вот, какие-то сюжеты даже оттуда брал. Ну, вот, и я вот этот вопрос задавал, и практически никто не мог ответить. Нет, нет, мы художники австрийских, нет, 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 вот там какие-то. Ну, вы знаете, вот, честно говоря, вот, он не был в душе художником, очевидно, для него художник, это был способ как-то вот себя изменить свою жизнь, да, к лучшему, к светлому, потому что, ну, вот, если был бы он в душе художник, он, наверное, продолжал бы писать картинки, и будучи вот этим самым фюрером, чтобы у него времени не нашлось, там, его этом самом логове-то, как он назывался-то, это... Волчи, Волчи-логово. В Альпах-то у него было там. Ну, Волчи-логово так и называлось. Нет, Волчи-логово, Вольф-шанс, это было в Восточной Пруссии у него. А, а, в Альпах еще было? А в Альпах там как-то был, там вот это знаменитое его место, где он, где его жила, жила все время Ева Браун, там жила, вот, ну, вот, и он туда прижил. Он бы писал бы картинки иногда, он не писал, все, он бросил. А сохранились вообще картины его какие-нибудь? Ну, хранились, да, их покупают, продают, их любят покупать евреи и уничтожать, чтобы от него не было. Такое направление у евреев. Ну, вот я помню в школе вот эти 80-е годы, там, вот это, любили об этом говорить. Вот такой был какая-то вот надуманная вещь, что вот кто занимается вот искусством, они должны быть вот как-то... Мало говорили про вот, каким был все-таки Есенин, там, мало говорили, каким был Пушкин, да, там, мало говорили, какой Толстой там был, ну, как бы какие-то реальные вещи. То есть, должны были там, про Пушкина вообще, что царский режим, там, его, значит, угнетало и так далее, ну, там, а то, что там долги оплачивались и как-то... Ну, в общем, да, ну, вообще, советская школа была такая, там, много надуманного было и какого-то фантазерства, конечно, не так сказано. Помните, у нас такой есть персонаж, британский художник Уильям Тернер, да? Да, есть такой. Вот, вот у него, значит, была трагическая, в общем-то говоря, история с ним. Ну, художник, художник, он, в общем-то, был более-менее человеком обеспеченным, но, да, и вот он создал много полотен, таких замечательных, Уильям Тернер, вот он очень известный, популярен, славится. Два раза в Москве были его выставки, одна больше другой. И вот какая ситуация была в его жизни. Однажды он вложил свои деньги в бизнес и потерял. А бизнес был очень надежный, торговля рабами. И вот случилась такая вещь, вот страшная вещь случилась. Корабль, ну, судно, парусник, который вез этих рабов. Которых закупили на деньги Уильяма Тернера, в том числе. Он заблудился в море. И он заблудился и никак не может найти путь как к какому-нибудь, значит, острову. А вез он куда-то там, в Карибский бассейн. Туда рабов возили. Ну да, конечно, куда-то. И вот, значит, ну, долг, все уже, там воды уже в обрез осталось. Они всех этих чернокожих сбросили в воду. Они, значит, буль-буль потонули. Ага. И корабль ушел. И увидел берег. То есть, не только-то перед самым спасением сбросили этот груз. И таким образом вот лишился его состояния Тернер. У него есть картина на эту тему. Уходит вдаль корабль. А тут, значит, тонут люди. У них открытые рты и все такое прочее. Вот оно, вот это его. Его вот такая вот картина. Да, вот он потерял. Да, кстати, Айзека Ньютона-то знаете, конечно, да? Конечно. Большого в ума был человек. Кстати, очень состоятельный был до определенного момента человек, потому что... Ну, пока не вложился. Да, потому что он владел этим самым... Не владел, он был сначала, как он назывался, директор, потом смотритель, по-моему, монетного двора, сумасшедшие доходы имел. Вот, и он решил денежки вложить в бизнес. Называлась компания Южных морей. Да, да, да. Ну, это компания Южных морей действительно получила лицензию от испанского правительства продавать в испанских колониях рабов. На этом деле можно было много заработать. Британцы, значит, везут рабов из этого самого, из Гвинейского залива и туда. Да, вот все, вот элемент такой треугольной торговли. Вот, тем более, что в каких-то испанских колониях можно было торговать. Ну, сумасшедшее дело. Ну, вот, и он вложился. Но эта компания, значит, оказалась, так сказать, пирамидой. Да. Вот, и он остался без денег. Притом он вложил... Да. Торговлю рабами вложил. И тот, и другой вложились в торговлю рабами. И тот, и другой для нас хорошие люди. Мы изучаем законы Ньютона, мы учим их детей. Мы на этом деле зарабатываем себе, значит, на жизнь, на обучении той науки, которую создал вот этот человек, который решил обогатиться за счет чужого горя. Вот, понимаете, это вот люди, которые будут оторваны от своей почвы, от своих семей, от своего мира. Вот. Они приводились просто в товар, они не нужны. То есть, вот, ему наплевать на них, понимаете, вот. И у Уильяма Тернера то же самое. У Тернера есть такая прочувственная картина, как ведут на слом старый деревянный боевой корабль, который какой-то знаменитый, прославленный. Вот он идет на паровой буксир, тянет его куда-то, где его разберут, на дрова. Как жалко этот старый гигант деревянный. А вот тех людей, которые вот утонули, ему жалко, потому что он деньги потерял. У него потом крыша прохудевшаяся была, не мог починить. Но картины он своей завещал британскому народу. Ну, кстати, надо отдать должное, картины-то у него хорошие были. Тут ничего не скажем. Мы не скажем, вот если вы идете бы к врачу, кого вы тут почтете. Такой весь примерный, замечательный, хороший, но не разрезать, не зашить. Или какой-нибудь ни одной медсестры не пропустит, под юбку заберется или там под халат. Оно, значит, если уж разрежет, то зашьет. И все сделает как надо. Ну, конечно, того, который разрежет и зашьет. Какого, поэт, мы предпочтем? Который, значит, пьяница и бабник, как Александр Сергеевич Пушкин. Да. Какого-нибудь такого правильного, так сказать, сусального, которого, не знаю, какого. Конечно, Пушкин. Складно писал. Но был крайне аморальный тип. По понятиям любой эпохи. Например, значит, бегал от карточных долгов. То по тем понятиям был совершеннейший нонсенс. Помните, тогда он был там в Крыму, по-моему, да? А потом оттуда дернул куда? Он в Одессу дернул, да? Он был же в Одессе? Да, был в Одессе. По-моему, да. В Одессу, да. Он сменил место службы именно из-за карточных долгов. Да нет, конечно, абсолютно аморальный тип. И ничего тут говорить. Но вы знаете, все-таки, когда там, скажем, там… Да, вот эта крестьянка, с которой он во время Болгинской осени жил в шалаше, она ведь от него родила, но ему наплевать на этого его ребеночка, начихать ему. Он потом умер у нее, да. Дотошные исследователи все это дело… Все узнали. Ну, Борис Сергеевич, одно дело, когда ты вкладываешь какие-то там, как Ньютон там или, скажем, еще кто-то, ты просто вкладываешь деньги в это, да? А другое дело, когда ты сам начинаешь этим, да? Как Артур Римбо. А он как? Ну что? Он занимался… Он сам занимался роботоговлей. О, молодец какой. А вы не знали? Нет. Да, ну, потом у него там, да, ему ногу оттяпали. Был же… Был бы такой стишок такой там. Лобзая грудь ее, фотою, прихотливо играет ветер. Вот и все, что я знаю, это было в одном из спектаклей театра сатира. Там кто-то там читал Римбо. Ну, это вот эта фраза была там, да. Ну, был же вот этот прекрасный фильм «Ди Каприо», «Ди Каприо» играл, помните? Ну, много кого играл, что за фильм-то? Ну, фильм про Римбо. Про их вот эту связь там с… Он же был гомосексуалист, и… Римбо и… Да, и кто там еще? Ну, нет, я к тому, что вот ничего страшного, он занимал… То есть, это был нормальный бизнес, абсолютно не аморальный. Он то оружием-то торговал, но это не та прибыльность была. И вот он рабами… Значит… Сам их захватывал еще к тому же, да? А? Сам их захватывал или покупал уже, захватывал? Ну, как, они же приезжали, договаривались с царьками там где-то кто-то. Нет, они же не сами захватывали. Ну, да, царьки делали экспедиции внутрь страны. Да, продавали, и все, собственно говоря. Как рабов-то продавали в Европу, да, и до сих пор что славянин, что раб в английском слове и в европейских языках… Да, слэйф, слэйф, да, вот, да. Ну, вот. А кто продавал-то? Свои же, да? Свои же. Кстати, те самые грузинские князья и цари, вот их грузинские, они промышляли торгово, продавали своих подданных. Тоже, да? Да, обычное дело было у них. Так что вот был тогда этот фильм о вот этой связи Поля Верлена и Артура Рэмбо. Вот, да, вот это и Рэмбо как раз играл вот этот… Очень хороший, кстати, актер вот этот из «Титаник»-то, как его там зовут-то? Ну, как же зовут из «Титаник»-то, известно кто? Да. Как зовут-то? Кто же не знает старика Крупского, да, Борис Сергеевич? Да, да. Хороший был анекдот, да? Кто же не знает старика Крупского? Вовочка, как зовут? Кто же не знает старика Крупского? Как звали мужа Надежды Константина Крупского? Ну, кто же не знает старика Крупского, да? Да, было время, было время. Кстати, вот хороший фильм, да. Начинается, начинается фильм вот с этой фразы «Было время». Помните какой, Борис Сергеевич? Какой фильм-то? Вот, вот я и спрашиваю, какой фильм начинается с фразы «Было время»? Не знаю, не знаю, какой фильм. А, вот, этот. Что-то я не вижу Леонардо Ди Каприо, чтобы он играл Артура Рембо. Ну, может, я неправильно понимаю. А ну-ка, давайте посмотрим. Ди Каприо. Ди Каприо, да. Ди Каприо. Каприо. «Счастливое число с Левина» называется фильм. Борис Сергеевич, видели такой? Так это про Артура Рембо? Нет, нет. Это вот я с какой фразы начинается что? Нет, 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 не смотрел. Нет? А вот знаменитый роман Ильфи и Петрова, с какой фразы начинается, Борис Сергеевич? Не помню, с какой же фразы начинается? Пешеходов надо любить. А, пешеходов надо любить. Они создали нашу цивилизацию, да? Да нет, они просто там. Пешеходов надо любить. И дальше пошло-поехало. Так, сейчас я скажу. Это, кстати, старый фильм. Так, «Полное затмение», по-моему. Вот он так и называется. Да, главный роль спалил Леонар Ди Каприо в образе Артура Рембо и Давид Леонарда в образе Поля Верлена. Фильм описывает историю знакомства с этажей двух выдающих поэтов Артура Рембо и Поля Верлена. Ну, Рембо считается самой большой загадкой французской литературы. Промелькнул метеоритом на небосклоне. Гальской словесности. Вот. Ну, все самые, видите, до 20 лет написал в основном. Вот. Все свои самые главные. Ну, вот я не нашел, чтобы он рабами торговал-то. Не нашли? Он торговал в Африке. Так. Торговли кофе, пряности, шкуры. В Эфиопии долгое время жил в городе Харар. Посещал императора Менелика Второго в Адисобеме, чтобы продать ему партию европейского оружия. Ну, в общем, он нашел легитимного покупателя. Ну, как императору вроде положено иметь вооруженные силы-то. Да. А так у него тут боль. Саркома. Ну, ему тут любого никто руку прострелил, между прочим. В пьяной ссоре. Да. Потом ему ногу отрезали. У него был, по-моему, я так понимаю, что вот это. Кость. Кость. Да, 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 да. Нет, нет, нет. Саркома. Саркома у него была. Да, саркома, да. Саркома. Нет. Ошибочно ставится диагноз туберкулезный синовит. Так написано. Воспаление синовиальной оболочки, ограниченное ее пределами, характеризующего скоплением выпада в истилаемой ей полости. Это в суставе. И рекомендует ему прибегнуть к срочной ампутации. Ну, вот, да, в Википедии не упоминается о том, что он торговал. А, ну, у него была, на самом деле, остеосаркома, да. После операции поковырялись и сказали, а у вас саркома, еще хуже. Да. Сколько же он прожил-то? Прожил он, сейчас скажу. 37 лет. 37 лет. Да, почти как Ван Гог, да? Вот они. Ван Гог, по-моему, тоже, то ли 37, то ли 38. Что-то такое. Да. Ромбо в современной культуре. Наследник Ромбо. Полное затмение. Фильм Огнешки Холланд. Полное затмение. А, кстати, вот про Фаткар. А, да, вот там Леонардо Ди Каприо сыграл его, да. Вот, вот он тут где был. Вот он где был, вот он где был. Огнешка Холланд. Полное затмение. Огнешка. Польский режиссер и сценарист. 95-й год. Ну, это 95-й год. Еще совсем молодой Леонардо Ди Каприо. А вы знаете, что он собирается делать? У него же бабушка из России. Откуда-то, из Сибири. Чем хочет вернуться к нам? Нет, он хочет делать фильм. Он едет в Сибирь и хочет снимать фильм там. Вот, если, ну, как бы давление на него не будут оказывать. Буквально, вот, ну, я слышал об этом. А что за фильм-то он хочет снять? Про нашу сибирскую жизнь? По-моему, да. Что-то вот типа документального. Не игровой фильм, а именно вот документальный. А, документальный. Ну, ладно. Да, да, да. Что-то в этом роде. Именно в Сибири вот он собирается. Ну, посмотрим. Приедет. Ну, да. И тем более, если документальный вообще рискованный проект. Да, да. Может, там получить с обоих сторон по ушам. Не стучат. Да. Ну, не знаю. Ди Каприо мне очень нравится. Я считаю, там, шедевр. Это вот Титаник. Это шедевр, наверное, кинематографический. Да, да, да. Он очень много сделал в кино. И очень долго он не получал Оскара. Да. Хотя уйма у него была ферролей, которые каждая из них, ну, такая яркая, по-особому запоминающаяся. И вполне могла достойно быть там выдвижение на Оскар. Ну, не знаю. Его выдвигали, наверное, я так думаю. Но он получил только раз. Ну, я не знаю. По крайней мере, за Титаник-то точно можно было дать. Однозначно. В Титанике-то, в принципе, я уж, конечно, извиняюсь. Сыграл, конечно, хорошо. Все нормально. И Кейт Уинслет сыграл хорошо. Ну, эти две роли были, ну, как бы сказать, подпорки для сюжета. Сюжет был весь в гибели корабля. Главный герой все-таки был Титаник. А не вот эти два человека, на фоне которых происходит. Ну, если убрать гибель Титаника, ну, что там остается? Будут его смотреть? Когда вот у них какой-нибудь роман Кейт Уисленд и его... Ну, Борис Сергеевич. Будут из этого фильма Титаник со всей его драмой. Ну, и что остается тогда? Ничего. Ну, что значит убрать? А зачем убирать-то? Нет, ну, это просто как фон, да, как... Ну, и очень хорошо. Это фильм, не просто фильм-катастрофа, да? Вот, знаете, вот фильм-катастрофа... Так это очень хорошо. Нет, на самом деле, я считаю, сделано было гениально. То есть, вот фильм-катастрофа как-то на втором плане. А здесь фильм все-таки про любовь. Ну, да. Когда тогда писались на него рецензии, говорили, значит, все очень так, в таких приниженных тонах у нас писали. Ну, зря. Ну, зря. И говорят, что вообще это, говорит, вроде как дамский роман получился из этого всего фильма. Нет, мы потому что знавали и другие «Титаники». Был, например, трофейный немецкий «Титаник», а там это была драма, так сказать, антикапиталистическая. Вы же понимаете, что Германия тогда была национал-социалистическая, а эти вот тут капиталисты погубили корабль за своего желания. У нас тогда и было такое вот всегда мнение, что они старались в первом же рейсе получить «Голубую ленту» тут называется, что стать самым быстроходным кораблем. Ну, да, да, да. Это бы оказалось, это было легендой на самом деле. Да? Да. Они не ставилась такая задача, но то, что они столкнулись, ну, тут стечение обстоятельств. Несколько обстоятельств. Забыли. Забыл офицер ключ в своем кармане и сошел на берег. Поэтому под замком были бинокли, биноклей не хватало. Все там прочее. Тайсберг тут еще попался, это вообще случайность. Кстати говоря, хреновые заклепки были, как потом оказалось. Да, заклепки плохие были, это правда. Из того металла. Но, знаете, вот я хочу, конечно, несколько фильмов у Декаприо отметить. Конечно, ну, «Титаник» однозначно, так? Да. Значит, и второй фильм, который я поставил бы по значимости, очень точительный, да, какой-то вот такой. Это, конечно, «Ромео и Джульетта». Да, это молодой еще был Декаприо. «Ромео и Джульетта» – это тоже шедевр. Почему? Потому что так сделали, то есть они же текста оставили. Текст великолепный, да и на русском там он, то есть шекспировский текст. Да, 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 да. Да, и что мне очень понравилось там, конечно, вот такая, знаете, как сказать, ювелирная работа в перенос в современное время. Это очень ювелирно было сделано. Ты попробуй так сделать. То есть это очень сложно. Да, да, да. Вот, и, а мне, ну, было с чем сравнивать. Вот, Дзефирели же в свое время, в 60-м каком-то там году, сделал «Ромео и Джульетта». Ну, такая, такая туфта, честно говоря, такая слащая. В каком году сделал, в каком году? Ну, какой-то, в 60-м, в 68-м, может, он сделал. Это, может быть, он у нас шел тогда в прокате где-то вот в конце 60-х годов. Ну, я его смотрел, почему? Я же ходил на вот эти, я покупал абонементы тематические, и я смотрел в кинотеатре «Спартак». То есть я собирался тогда во ВГИК поступать, и я… Ну, он нормальный, наш прокатный был, да? Да, 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 да. На русском языке, да. А, да, да, да. Тогда я его тоже видел, тогда я его тоже видел. Да, он был прокатный, да. То есть, ну, вот у нас его показывали в основном, то есть вот, я говорю, последние два года, там, вот, девятый, десятый класс, наверное, я постоянно покупал много разных вот этих абонементов и ходил, смотрел, значит, вот в частности. На меня он тогда-то не понравился, вот. Они же как позиционировали, тоже как шедевр кинематографа. Ну, честно говоря, мне как-то не этот. А вот когда сделали, вот, ну, во-первых, да, и игра Ди Каприо, вот, в новом «Ромео Джульетта», и музыка там, ну, обалденно. То есть, классно вот этот, эти, эти образы вот этих братьев Монтеки и Капулети, да, какие они там стильные-то были. Нет, это вот как раз 90-е годы. Ну, прикольно этот самый Ромкин-рук. Чёрный, да, да, да. Чёрный, чёрный ещё и, да. Да, да, да. Ещё и трансвестит, да. Да, и это хорошо было, то есть, это хорошо вписалось-то, это, то есть, ну, как бы легко так, то есть, это без, без вот это и сейчас, то, что они сейчас вот это всё, значит, постоянно впихивают, то есть. Да, 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 помню, был фильм «Царствие небесное», там, значит, это эпоха крестовых походов. А, да, отличный фильм. Так сказать, группа рыцарей и один из рыцарей чернокожих. Да, 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 но фильм великолепный. Конечно, да, но вот этот «Чернокожий рыцарь», конечно, это было что-то странное. Да, странновато, но как бы это не портило весь фильм, как сейчас вот это всё портит, значит. Ну, это была роль для статиста или как там, для эпизода, там, ну, где-то там сзади, на заднем плане он был там. Ну, вот то, что я говорю, конечно, 90-е – это золотой век Голливуда, то есть, это действительно огромное количество фильмов, просто великолепно. Ну, это ещё один золотой век Голливуда, был ещё золотой век черно-белого Голливуда, но он и цветной тогда был. Это вот после войны, так, триумф студийного кино, крупные проекты, большие деньги, вот. А потом, значит, когда начался независимый кинематограф, он быстро стал зависимым, и вот это опять новый триумф пошёл, да, вот уже, когда можно было снимать не обязательно в студии, там, на улице, техника стала позволять. Сейчас телестудию можно устроить у любого дома, да, у меня ещё плохо свет поставлен, а хорошо поставить свет, если уметь. Так вообще тут можно телевещание, так сказать, лет через пять соловьёв будет вещать из дома. Ну, дай бог. Ну, ещё два фильма, я бы отметил Ди Каприо, всё-таки это уже в десятые годы, это «Великий Гэтсби» и «Выживший». «Выживший» я тоже считаю. Да, да, это его, «Выживший», «Великий Гэтсби» тоже, да. И вот обратите внимание, насколько разные роли, там ещё «Волк в Солл-стрит», по-моему, назывался. Ну, да, 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 да. Он очень разнообразный, Ди Каприо, вот, да, 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 он очень разный. И ещё был замечательный фильм с Леонардо Ди Каприо, сейчас я вспомню, как же он назывался-то, а, не помню, как назывался, но это «Байопик» Эдгара, ну, начальника FBI, да, ФБР. А, да, 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 да. «Гувера», 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 да. А он так и назывался, «Диджей Гувер». А, ну, значит, «Диджей Гувер», да. О, «Диджей Эдгар», вот. «Диджей Эдгар», ну, вот он. Да, вот он. Но, честно говоря, мне вот больше всего... А, так, ну, один из моих тоже любимых его фильмов, это «Начало», помните, да? Да, 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 шедевр. Да, там он идёт... Когда он за него не получил Оскара, лично он непонятно. Да, притом фильм такой, знаете, идёт там два с чем-то часа, вот. И он, ну, он настолько ново, да, было сделано, да. То есть не было там каких-то ещё вот этих шаблонов. И он не вот именно какой-то чисто такой фантастический, то есть фантазёрский. Поэтому я несколько раз пересматривал, мне он очень нравится. Там вот этот... Но он и сделан хорошо, конечно. То есть вот это всё компьютерное преобразование, да, вот эти там, сон внутри сна, там ещё... Нет, ну, шедевр, шедевр, ничего нельзя сказать. Поэтому Ди Каприо – это, в общем-то, ну... Вот, знаете, наверное, людей надо оценивать, особенно вот творческих, с тех позиций. Вот ты его убираешь, и что, да? Вот, например, Ди Каприо нельзя убрать. Ну, потому что вот мир потускнеет. Ну, мир много потеряет, если Ди Каприо убрать. Да. Вот. Вот, или там ещё там... Нет, в целом-то мир не заметят, конечно, но для нашей культуры Собчак очень такая знаковая фигура. То есть она как-то... Кто-то должен был бы быть на её месте тогда. Это тогда выглядело бы как-то по-другому. Ну да, вот как говорилось там, напьёшься и будешь на его месте, да? Нет, ну тут напиться мало. Напиться тут мало, безусловно. Да она ничего... То есть вот то, что Собчак и вот эти Дом-2, Дом-3, это настолько пагубное явление. То есть вот заодно это её достаточно там расстрелять, наверное. Вы не смотрели такой сериал, был как-то то ли «Тёмная сторона Луны», «Тёмная сторона Луны», по-моему. «Обратная сторона Луны». Или «Обратная сторона Луны». Её, этот сериал делал наш замечательный режиссёр. Я видел, видел. «Ватэ» на конце, да? У нас было два сезона. Первый сезон у нас крутили по телевидению, а второй сезон показали Финляндии, а у нас он, ну, через интернет его смотрели. Во втором сезоне там вот этот персонаж оказывается в некой альтернативной реальности в нашей, да? То есть он во время путешествия в нашей реальности, что ничего не произошло там, да? Да, 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 да. Вот очень там прикольно всё это там, да. Эти мобильные телефоны, помните, такие огромные. С диском, да, ещё батарейки покупать, а нужного количества батарейок не купишь никогда. Да, да, да. Нет, ну, второй сезон неинтересен же был. Вот первый, конечно, был... Да нет, ну, прикольный, прикольный был. Нет, ну, да, 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 ну... Там чего только не было интересно. Но там тоже вот были заменители, там был тоже свой дом, да? Дом-2, там они там строили Дом-2. Да, но вот этот Дом-2 надо было ликвидировать, да, ну, сжечь этот дом вместе с его, со всеми этими, там, со всеми... А что за передача Дом-2, о чём хоть там речь-то? Что там хоть происходит-то? Там происходит ничего... Концепция этого... Концепция – это вот эта... Да, вот эта концепция – это молодёжная бредятина, когда ни о чём, какие-то у них свои какие-то страсти, мордасти, наверное, так. Потому что я как-то мельком что-то смотрел, достаточно было... Значит, вот эти девки мерзкие, такие парни тоже достаточно мерзкие, и это не то, на чём должно... Ну, это вы говорите, то ли дело в наше время были парни и девки, а это сейчас... Да, в наше время были девушки. Да. Ребята, а это какие-то девки. Ну, это вы просто... Звучит у вас какой-то такой... Ничего подобного, Борис Сергеевич, ничего подобного. Звучит правильно. На вас сейчас девушки не смотрят. Меня девушки не любят по-дяковски, да? Да-да. А практически в Лигу сексуальных реформ. Да, они ничего этого не знают. Вот ты скажешь им эту фразу, она для них. Хотя это основа нашей культуры, понимаете? Культурный код. Вот такая была прекрасная передача. Действительно культурный код. И он должен быть. А у них нет. У них культурный код. Это вот это... Американщина какая-то... Вот Дом-2. Вот культурный код. Что они смотрят? Потом были какие-то... Помните передачи начали в 90-е? Лизба рейтинг был. Витрины там или еще как-то там. Или за степень. Ну да, надо, чтобы смотрели. Надо это... Да, вот не надо, чтобы... Вот не надо. Это платформа для размещения рекламы. В принципе говоря, вот... Это понятно, да. Но не надо это. Не надо... У нас в YouTube тоже самое. Последнее время нас, правда, лишили рекламы-то, да? Так, чтобы вот как-то наш YouTube немножко стал очищаться, да? Ну, в принципе говоря, что это за... Канал, на котором нет мата. Вы мне рассказывали, да? Сразу теряете 30% аудитории. Это ваше рассказ. Да, да, да. Вот у нас было, когда, значит, ну, один молодой человек из Астрахани организовывал, ну, он технически это делал, мы обсуждали в основном вот эти спортивные, теннисные, в основном теннис-спортивные какие-то события, прогнозировали там, ну, и он, значит, ну, мое категоричное было мнение, чтобы мата не было. Он говорит, да, но мы теряем 30% аудитории. Я говорю, ну, извини, тогда вы теряете меня. А я как бы был, ну, такой культовой фигурой там, потому что, как бы, у меня огромный опыт, то есть я все знал и мог сказать, и поэтому, как бы, это серьезное лишение было. Вот, но я был категоричный, я считаю это правильно. И вот эти разговоры, которые там Виллер говорил, ну вот, мат, можно разрешить, да не надо, не надо, чтобы вот это было в публичном поле. Вот в Казахстане это уже административное нарушение, по-моему. Мат на улице, на улице даже, а у нас он идет, идут вот эти девки, которые насмотрелись, это Дом-2, и она матерится вовсю, то есть очень хочется дать ей пинка. Вообще, простите меня, а в Казахстане какой язык государственный? Государственный, я, наверное, казахский. Так, давай сейчас проверим. Давайте. Государственный. Государственный. Казык Казахстана. Казахстана. Казахский, отвечает он. Ну, сейчас посмотрим. Языки Казахстана. Так, государственный. Так, вот оно, 70% населения. Проживает, ну, так, а где тут языки? По статье 7 Конституции в стране государственным является казахский язык. В государственных организациях местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. Как-то странно, государственный казахский употребляется русский. Хотел привязаться к ним, что вы командуете чужим языком, да? Да, вот интересно. Русский язык в Казахстане. Один из самых распространенных языков. И это, я считаю, правильно. И, по-моему, в Белоруссии даже как-то вот Лукашенко тоже. То есть, это надо ввести... Да нет, ну, вот русский язык в Казахстане утратил государственный статус. Насчет того, что вот у нас в России живут, значит, люди, которые владеют не только русским языком, но и английским. Таких сейчас молодежь все больше и больше. Да не потому, что компьютерщики все, а там все это на английском языке. Вот. Ну, так мы же не вводим всякие там ответственности за употребление ненормативной английской лексики. И как вам надо определить, что нормативно, что ненормативно? Чужой язык к нашему государству не имеешь никакого отношения. Английский язык. Вот что мы будем им командовать-то? Пусть сами англичане разбираются. Пусть те страны, где он государственный, разбирается. Короче, Борис Сергеевич, я считаю так. Надо ввести такие же административные, значит... Я не знаю. По-моему, это просто ограничение русскоязычной диаспоры, которая сейчас проживает в Казахстане. То есть, я надеюсь, что они не могут говорить по-русски то, что хотят. Понимаете? Это явное нарушение прав человека в Казахстане сейчас. Вот, товарищи. Это надо в ООН идти и поднимать там скандал. Пусть в обмен на то, что мы этот скандал не поднимаем, пусть Казахстан нам кто-нибудь даст. Ну, бензина, например, нальет. И мне, кстати, очень нравится в Казахстане, что женщины и девушки молодые не такие распущенные благодаря вот этим все-таки семьям. Так же, как в Узбекистане. А у нас вот эти девки, они еще выпьют и вот они, значит, ходят... У нас, коллега, свобода. Не надо такой свободы. Как сказал нам Медведев, когда был президентом, свобода лучше, чем не свобода. Нет. Я категорически с вами не согласен. И я за то, что... Понятно. Поэтому и второй раз не выбрали Дмитрия Анатольевича. Вы с ним категорически не согласны. А это очень важно, потому что... Подумал Дмитрий Анатольевич и не стал даже выдвигаться. Да. Кто я такой, если Дмитрий Анатольевич не согласен с моим тезисом, свобода лучше, чем не свобода. Я слишком хорош для этого народа. Сказал он и ушел. Оставив еще одну очень хорошую фразу, которую до сих пор все помнят. Денег нет, но вы держитесь. Да, но это он потом уже был. Уже не был президентом. Ну какая разница. Хорошего вам настроения. Да, хорошего вам. Но все равно Черномырдина никто не переплюнет. Да, но это, правда, фраза была вырвана из контекста. Из контекста. Но все равно хорошего. Ну точно так же, как у Жириновского. Это фраза, да, там... Мама русская, отец... Сын русской женщины и юриста он. Да, мама русская, отец юриста. Да, Жириновского не хватает. Очень не хватает наше такое непростое время. Он бы действительно все-таки поднимал бы людям настроение. И как-то все-таки объяснял бы, что... Что хорошо, что плохо. И что мы, в общем-то, на той стороне, как говорится, на светлой стороне. И мы делаем все правильно. Жалко Жириновского, конечно. У него, кстати, вот... Когда? 25 апреля был день рождения, да? Я, правда, не знаю, сколько лет. 25 апреля он родился. Между прочим, как Альпачино. В один день с Альпачино, видите? И, в общем-то, и тот, и тот прекрасные артисты. Да. Этого... Был сын итальянской женщины и кого? Американской юриста. Мама итальянка, отец юрист. Так бы сказал, наверное, да? Альпачино. Наверное, так, да. Альфонсо Пачино. Альпачино, конечно, да. Ну, что, возвращаемся к тому, от чего мы начали, да, Борис Сергеевич? Давайте, давайте. Кончита Мартинес в бане говорит о том, что... О том, что... Умблдон в этом году будет наш. Она имела в виду кого? Нас, да? Наш, наш. Вот что? Умблдон в этом году будет наш. Ну, соответственно, если она тренирует... Ну, она и ее, значит, и тот, который она тренирует. Да. А это Мира Андреева. Мира Андреева. Вот все о ней заговорят. То есть, сделав такой окончательный приговор, Понтий Пилат умыл руки, а Мартинес вообще вся попарилась. Да. Намылил. Намылил. Я тут ни при чем. Да, я был тут ни при чем. Да, да, да. Нет, это, конечно, нет. Вот сны, конечно, интересные. Да, их надо записывать. Записывать. Там, знаете, даже на Ютьюбе была какая-то дама когда-то. И она вот постоянно выкладывала, что ей снится. И такая бешеная популярность у нее была, что просто... Я не знаю, сочиняла она или нет. Ну, вряд ли, наверное, может. Действительно. Но порой снится такое, Борис Сергеевич. Ну, вам снятся сны? Да, иногда, да. Но я их с трудом вспоминаю. А, да, да. Вот я сейчас... Вот я даже сейчас... Только у меня один только сон такой. Вот как-то я его помню всегда, потому что я всегда пересказываю. Ну, давайте, ваш сон первый будет пускай. Так. Какой? Ну, вы хотели какой-то сон свой рассказать? Нет, нет. Я как раз-таки говорю, что сложно вспомнить. Надо записать хотя бы там что-то такое, чтобы... А, я вот один сон помню. Я вам сейчас расскажу его. Давайте. Это дело было... Я еще был студентом. Помню, да. И мне приснился такой сон. Вот такой какой-то такой осенний день, типа ноября. Вот такой без солнца. Вот такой вот, так сказать, серый гранит, типа парапета набережной какой-то. И за этим серым гранитом стоят, нахохлились, там, значит, Брежнев, Косыгин, там еще кто-то с ними, там, типа, Громыко, наверное. Холодно им стоят. Но мне как-то стало жалко, я помахал им рукой. Ну, Брежнев обрадовался, помахал тоже. И вот потом Брежнев мне и говорит, слушай, говорит, скажи Элли, что гингема хорошая. Вот. Ну, я, значит, вот это был как-то задача. Вот. И долго думал, к чему же все это делал-то Элли-то. Гингема хорошая. И вот, значит, я преподаю, я в этом самом, значит, в институте, как-то он назывался-то, Аранхикс назывался. У меня там было две студентки. Одна была студенткой, ее звали Элли. Она была, значит, израильтянка, ну, такая вот, очень хорошо говорящая и на иврите, и на русском. Ага. Кто такая? В армии служила она? Сейчас, сейчас. Как эта песенка была? Кто такая? Элис. А, Элис. А, да-да-да-да-да-да. Элис. Вот, она знала иврит, естественно, в совершенстве, преподавала его в Москве детям, вот, будущим евреям, будущим гражданам Израиля, наверное. Вот, и, значит, у ней была подружка такая, звали ее Виолетта. А Виолетта, значит, за словом фиолета, фиолетовый. И у них, вроде как, была дружба, дружба, а потом кончилось тем, что они что-то там поссорились каким-то образом тихим. И эта самая Элли решила уехать в Израиль, даже вот до такой степени поссорились. А я почему-то думал, что Гингема, она фея фиолетовой страны. А я ошибся. Думаю, вот надо было мне, наверное, сказать-то, вот, для чего я имел в виду, значит, Леонид Ильич-то, что я должен сказать, значит, самой Элли, чтобы она не уезжала, что Виолетта хорошая. А на самом деле, нет, эта Гингема-то, она не фея фиолетовой страны, фея фиолетовой страны Бастинда. Правда ведь, да? Ну, вот видите как. Значит, еще ждет своего, своего времени вот эта вот просьба Леонида Ильича. Тень Брежнева меня благословила, на снегском из гроба налекла. А многосерийные вам когда-нибудь сны снились? Вот я вот вспомнил. Нет, все-таки у меня были. С продолжениями? Да, с продолжениями. Да, да, да. Нет, не было. Не могу припомнить. Ну, не мне одному подобные снились. Те, кто, значит, прошел советскую армию, и вот, значит, я что-то рассказывал. Да, 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 был такой тоже, значит, ситуация какая. А прошло уже достаточно, ну, там, я не знаю, после армии, ну, может, там, лет пять там или сколько-то. Вот, и я помню, что, ну, уже как-то гражданская жизнь, все в стакане. Я помню, вот эти сны были у меня. Мне снится, что, значит, меня вызывают военкоматы и говорят, вот, ты призываешься по-новому. То есть, вот, служить некому? Я говорю, как некому? Вон, а они все, говорит, разъехались там. Ну, а это уже были девяностые как раз годы. Все, они, говорит, уже разъехались, и некому. А ты, говорит, ну, хороший был солдат, все, давай, мы тебя призываем обратно, вот. И я действительно, и мне так, так я же отслужил, все, у меня уже, ну, мне же уже 25, куда вы там, что? Ничего не знаем, все, давай этот самый, и, значит, вот. И потом с этим, с каким-то продолжением эти даже были сны, то есть, опять снится все то же самое, а я уже что-то им там, значит, пытаюсь отнекиваться уже, значит, ну, опять, вот. И я говорил там, как-то разговаривал тоже с приятелем, говорю, да, не тебе одному такое снилось. Я помню как-то, ну, это вот у нас же, как это называется, были такие сирены, как вот что-то первая готовность или что-то готовность номер один, ну, когда ты должен вскакивать там, бежать куда-то там, вот этот, были сирены. Я помню, ну, вот после армии, когда вот приходил там, и, значит, знаете, иногда трубы вот так они сигналят, ну, водопроводные трубы, то есть, они гудят так. И вот, да, я помню, я как-то даже вскочил, что-то стал одеваться, вот, а потом смотрю, что-то я вроде дома, а что? Вот такие были, но вот этот многосерийный, да, там 2-3 серии были, когда вот тебя забирают в армию, а ты вообще что-то там бубнишь, говоришь, да нет, я же отслужил, как, ну, у меня что-то дела, я тут в университете учусь, меня зовут там, нет, ничего не знаем, все, все. А как вот эти, не-не-не, они вообще, они вообще там все какие-то убогие коллеги, они на варьбе, вот ты нормальный, мы тебя забираем. Они все со справкой, короче говоря. Да, они все, да, они все там уехали со справкой, еще что-то. Я говорю, ну, как же, как же так, я же отслужил, ну, несправедливо же. Ничего не знаем, все, все. Родина сказала, все, приказ, да, давай это. Я там в холодном поту просыпался там. Был такое. Да, и еще один мне сон, вот, я помню, конечно, такой вот, ну, это не вещи сны, а просто, раз уж мы заговорили о снах, но такое ощущение о реальности. Вы никогда, вот, был такой даже фильм «Полеты во сне и наяву». Вот вы летали? Да, 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 был такой фильм, да. Да, был так. А вы летали вот этот «Во сне» когда-нибудь? Нет, так, чтобы не летал. Когда падал, я то просыпался. Нет, а я вот летал, и это такое невероятное ощущение. Ты летишь вот когда что-то над Сибирью там. То есть, вот, само ощущение этой такой реальности, что, значит, просто невероятное. Вот несколько раз такое было, и я до сих пор это помню. Именно вот это ощущение, да. Да, вот такие вот сны. Ну, вообще, конечно, это все зависит от нашего, все-таки, это мозг, да, а мозг настолько неизвестен, поэтому вот так вот. Так что вот такие, вот такой вот проверим вещи сон. Проверим. Кончита Мартинос в русской бане. Вот так можно назвать. Я ее выложу на обложку. Давайте, давайте. Правда, фото в русской бане у меня нет, но… А вот как-то вот смонтировать бы вот так, чтобы, знаете, она там в русской бане… Ну, ладно, ну, ладно уж нам порнули. Ладно, не будь. Да ладно. Ладно. А у них все какие-то очень сложные имена вот этих испанцев. У нее на самом деле какое-то тоже сложное из пяти, по-моему, там, из пяти слов какое-то имя. Ну, все ее знают, как Кончита Мартинес. Ну, вот. У нее, кстати, вот буквально позавчера был день рождения. Нет? Или какой-то, да. Тут она вон и приснилась-то, да? 16 апреля. Вот, точно. 16 апреля день рождения. А я же до сих пор помню всех вот этих именитых, да? Вот когда я начинал там все это дело, мне было интересно. Как-то связано, взаимосвязано. И поэтому я все дни рождения знал. Ну, и не только спортсменов, не только теннисистов. Ну, вот я говорю, Ди Каприо родился, значит, а когда же Ди Каприо-то родился? Ди Каприо. Ну-ка. Что это я? Ди Каприо родился, родился и был красавчиком. А, 11 ноября, да. 11 ноября. А, Борис Сергеевич, а вы видели такой фильм, ну, из новых, да, ну, 20-го года, «Уроки фарсии»? Вот это просто как можно было сделать? Вот я всегда очень уважаю людей, которые делают что-то новое и придумывают какие-то вещи. Нет, не видели? А что же за фильм-то расскажите? «Уроки фарсии» называется. Ситуация такая. 43-й год, концлагерь. Значит, еврей едет, их везут в машине, а рядом у него какой-то, значит, с ним какой-то такой вот этот товарищ, что ли, персон, то ли кто, я не знаю, то ли преподаватель. Я сейчас плохо помню. Но суть такова, что он сохранил себе жизнь, потому что назвался не евреем, а персом, и вот этот какой-то там офицер немецкий его оставил специально для того, чтобы он научил его фарсии, то есть языку. А он знал фарсии-то? Еврей? Да. В том-то и дело, что нет. С чем гениальность фильма? Он выдумал весь новый язык, понимаете? Он учит его языку, который сам придумывает слова. То есть ему надо помнить, то есть он его, значит, обучает, а ему надо помнить, что по 10 слов там или по 5 там сколько-то в день. Он должен придумывать слова, да? Да, и предложение, то есть это гениальный фильм, просто невероятно. Вот за последние годы там вот более оригинального, то есть это надо, ну это вдуматься надо. Надо его пересмотреть, кстати. Ну-ка, да, вот я надо его сказать. А чей фильм ты это, кто сделал-то? Значит, фильм сделали, сейчас скажу, сейчас скажу. Ну, вот, это, значит, Вадим Перельман такой. Кто это такой, интересно, ну-ка. Режиссер, Вадим Перельман. А, так это вообще наш фильм, да? Да, что тут тут. А, Беларусь фильм. Ничего себе. Молодцы какие, да. А я думаю, почему такой хороший фильм вдруг Голливуд сделал? Оказывается, нет. Оказывается, это, можно сказать, наше. Наше сделано. Фильм создался вместе с российской компанией, немецкой там и белорусским «Беларусьфильмом». Работа началась аж в 2013 году. А режиссером должен был Тимур Баклин-Бетов быть. Но позже вот, значит, Вадиму Перельману. На Берлинском фестивале в 2020 году. Нет, фильм. И актер-то вообще так сыграл. И немец-то вот этот шикарно сыграл. В общем, действие фильма происходит во время Второй мировой войны. 1943 год. Главный герой – бельгийский еврей, который попадает в нацистский концлагерь и пытается выжить, выдает себя за перса. И он начинает учить немецкого офицера, выдуманного им языку, который выдает за фарси. Вот. Вот так-то. Гениально. Ну, уважаю, уважаю. Начинает такое придумать. И вот там все, ну, естественно, все эти слова там. А как-то его этот немецкий офицер ловит на том, что... А ты же говорил, что это слово – это другое. То есть, и тот начинает выкручиваться, то есть, в каком контексте там и там еще... Ну, в общем, очень хороший фильм. Советую всем посмотреть. Называется «Уроки фарси». Вот. А также посмотреть фильм «Мотылек» и прочитать книгу. Может быть, Анри Шарьера. Анри Шарьер. Каторжник, который написал такую гениальную... Да, был медвежатником в Париже. Медвежатник – это тот, кто вскрывает сейфы, если кто не знает. Да, да. Даже такой фильм с Робертом Де Ниром «Медвежатник» называется. Да. Так что вот такие... Такие дела. Так что давайте посмотрим вот по поводу вот «Вещи и сны», насколько они интересны. Вообще, тема-то, конечно, я бы занялся вот... Но я не знаю, как собирать материал. То есть, нужен как бы такой вот... Кто, кому реально... Может быть, действительно, кто-то напишите. Может, снились вам реально вот эти «Вещи и сны» какие-то, которые сбывались, и как это происходило, и именно какая была интерпретация. Поэтому... Ведь у меня во сне тоже Кончита Мартинец. Она же не говорит, что Мира Андреева выиграет, да? Там же все сказано, вот, как там... Мы в этом году, да? А, в этом году «Умбулдон» будет наш. В этом году «Умбулдон» будет наш. Ну, значит, точно. Кончита Мартинец. Да. Женщина серьезная, врать не будет. Нет, ну... Она сама... Она, кстати, 30 лет назад, она сама выиграла в 94-м году этот «Умбулдонский турнир». А в 2017-м под ее руководством еще одна испанка тоже «Грабенье Магуруза» выиграла. Ну, всяко очевидно, что, скорее всего, сон будет вещей. Ну, посмотрим. Посмотрим, «Умбулдонский турнир» будет начнется в конце июня и вот две недели там где-то до 15-го, наверное, 10-го, 15-го июля. Ну, не так-то долго и ждать осталось. Да, Борис Сергеевич? Да. Поживем, увидим. Поживем. Нет, но кто-то, если хочет на это поставить, то коэффициент 17, где-то 18 на Миру Андрееву сейчас можно поставить по этому коэффициенту там, ну... Ну, это вы не советуете, это вы просто обсуждаете. Нет, это я, да, это... Иначе придут ко мне с претензией, мы поставили 100 тысяч рублей, а нам вместо миллиона 700 нам дали... А, давайте скажем так, Борис Сергеевич, я скажу так, что я поставил на это по коэффициенту 18, что Мира Андреева выиграет в «Умбулдонский турнире». Вот, вот как сделаем. Я поставил. Я поставил. Коэффициент уменьшился до 17, да? Нет, ну, просто в разных конторах можно по 17 поставить, можно по 18. Кому как хочется. Ну, скажем так. Понятно. Вот, вот, так что, так что такие, вот такие дела. Посмотрим, посмотрим, это очень интересно. Дело серьезное. Дело серьезное. Ну, ладно, дорогая публика, спасибо публике за внимание, да? Да, большое, что вы нас слушаете, да. Начинаем махать руками, улыбаться и махать руками. Да, ну и, конечно... Публика, подписывайтесь на канал Олег Эдуардович, это канал моего гостя, на мой канал. И присылайте мне денег, побольше денег, любыми купюрами, любыми суммами. У меня есть, значит, счет Сбербанки, соответственно, там есть номер карточки. И вы можете еще тоже донатить через Donation Alerts. Подписаться на меня можно в Boosty. А в Donation Alerts даже за границей деньги заходят, хоть и с самой Америки, простите меня. Вот, вот даже так вот, да. Так что вот. А на Boosty там мои лекции есть по физике и по разным другим наукам, по той теоретической основе техники, говорят, очень понятные лекции. Ну, все. Приходите ко мне еще. Всего доброго. До свидания. До свидания всем. Субтитры сделал DimaTorzok